Книга 12. 1762-1765 годы Здесь начинается черное дело, тьмой которого я окутан вот уже восемь лет, не имея возможности каким бы то ни было способом пронизать этот страшный мрак. В бездне страданий, поглотившей меня, я чувствую наносимые мне удары, вижу орудия, которым их наносят, но не могу разглядеть, чья рука его направляет и каким образом пускает его в ход. Бесчестье и бедствие обрушиваются на меня, словно сами по себе, не выдавая ее присутствия. Когда из моего истерзанного сердца вырываются стоны, я произвожу впечатление человека, жалующегося без причины, и виновники моей гибели находят непостижимый способ сделать публику соучастницей своего заговора, хотя сама она не подозревает о нем и не замечает его результатов. Таким образом, повествуя о событиях, меня касающихся, о преследованиях, которым я подвергся, и обо всем, что со мной случилось, я не в состоянии добраться до направляющей руки и, передавая факты, установить их причины. Первичные причины все намечены в трех предыдущих книгах. Там освещены все побуждения, все тайные мотивы. Но каким образом сочетаются эти различные причины, вызывая в моей жизни столь необычайные события, этого я не могу объяснить даже предположительно. Если среди моих читателей найдутся настолько великодушные люди, что пожелают углубиться в эти тайны и открыть истину, пусть они внимательно перечтут три предыдущие книги. Пусть затем соберут доступные им сведения относительно всякого факта, о котором будут читать в следующих книгах, пусть переберут интригу за интригой и исполнителя за исполнителем, вплоть до первых двигателей всего. Я твердо знаю, к чему приведут их эти исследования. Но сам я теряюсь на темном и извилистом пути в подземных ходах, которые туда ведут. Во время своего пребывания в Эвердене я познакомился со всем семейством Рогена и, между прочим, с его племянницей, госпожой Буа-де-Ля-Тур и ее дочерьми, с отцом которых, как я уже, кажется, говорил, я был когда-то знаком в Ливоне. Она приехала в Эверден повидать дядю и сестер. Ее старшая дочь, лет 14, привела меня в восхищение своим здравым смыслом и превосходным характером. Я проникся самой нежной дружбой к матери и к дочери. Последнюю Роген хотел выдать за своего племянника, полковника, человека уже пожилого, тоже выказывавшего мне большое расположение. Но хотя дядя горячо стоял за этот брак, и племянник тоже очень желал его, а мне дорого было исполнение их желаний, большая разница в летах и крайнее отвращение девушки к жениху побудили меня посоветовать матери отклонить этот брак, и он не состоялся. Полковник женился позже на мадемуазель Ди Ян, своей родственнице, отличавшейся, по-моему, прекрасным характером и красотой, и она сделала его счастливейшим из мужей и отцов. Несмотря на это, Роген не мог забыть, что я в этом случае пошел наперекор его желаниям. Я утешился сознанием, что как в отношении его самого, так и в отношении его семьи выполнил долг священной дружбы, состоящей не в том, чтобы быть всегда приятным, а в том, чтобы подавать добрые советы. Я недолго оставался в неведении, какой прием ожидает меня в Женеве, если я вздумаю туда вернуться. Мою книгу там сожгли, и постановление о моем аресте было издано 18 июня, то есть через девять дней после того, как это сделали в Париже. Столько невероятных нелепостей было нагромождено в Женевском постановлении, и церковный эдикт был в нем так грубо нарушен, что я отказывался верить первым дошедшим до меня известиям о нем, а когда они окончательно подтвердились, я стал дрожать при мысли, как бы столь очевидное и вопиющее нарушение всех законов, начиная с закона здравого смысла, не перевернуло всю Женеву вверх дном. Вскоре я мог успокоиться. Там все осталось на месте. Если и подымался ропот черни. Он был против меня, и все болтуны и педанты публично говорили обо мне, как о школьнике, которого грозят высечь за то, что он плохо знает катехизис. Оба эти постановления были сигналом к громким проклятиям, обрушившимся на меня во всей Европе с беспримерным неистовством. Все газеты, все журналы, все брошюры самым оглушительным образом забили в набат. Особенно французы, этот мягкий, вежливый, великодушный народ, гордящийся благопристойностью и вниманием по отношению к несчастным, вдруг, позабыв основные свои добродетели, отличились количеством и жестокостью оскорблений, которыми щедро осыпали меня. Как только меня не называли! Нечестивец, атеист, одержимый, бесноватый, хищный зверь, волк! По поводу приписываемой мне волчьей натуры, новый издатель газеты «Треву» опубликовал бред, ясно обнаруживавший его собственную сущность. Право, можно было подумать, что в Париже боятся познакомиться с полицией, опубликовав сочинение на любую тему без приправы в виде какого-нибудь оскорбления по моему адресу. Тщетно стараясь открыть причину этой единодушной вражды ко мне, я готов был подумать, что все сошли с ума. Как редактор вечного мира сеет раздор? Человек, выпустивший Савойского викария, нечестивец? Автор новой Элоизы Волк? Автор Эмиля Бесноватый? О, Господи! Кем бы я стал, если б опубликовал книгу «О буме» или другое подобное произведение? А «Буме» трактат, принадлежащий французскому энциклопедисту Гильвецию, вышел в 1758 году, представляет собой одно из ярких проявлений философского материализма XVIII века. А между тем, в буре, поднявшейся против автора этой книги, публика не только не присоединила своего голоса к голосу его преследователей, но своими похвалами отомстила им за него. Пусть же сравнят его книгу с моими, пусть сравнят столь различные приемы обращения с обоими авторами во многих европейских государствах и подыщут для этих различий причины, способные удовлетворить человека разумного. Вот все, чего я требую. И умолкаю. Мне так понравилось вывердение, что я по горячему настоянию Рогена и всей его семьи принял решение там остаться. Господин де Муари де Женжен, Баии, этого города, своим вниманием тоже побуждал меня остаться в управляемом им краю. Баии, правительственный чиновник, имевший административную и судебную власть. Полковник так настаивал, чтобы я занял маленький флигель, находившийся у него в усадьбе между двором и садом, что я согласился. И он тотчас же принялся меблировать его и обставлять всем необходимым для моего маленького хозяйства. Сам Роген хлопотал больше всех и не отходил от меня с утра до ночи, ни на минуту. Я был всегда чувствителен к его ласке и вниманию, но иногда он мне сильно надоедал. Уже был назначен день моего переселения во флигель, и я написал Терезе, чтобы она ехала ко мне, как вдруг я узнал, что в Берне против меня собирается гроза, которую приписывали ханжам и первопричину которой я так и не мог понять. Сенат, неизвестно кем подстрекаемый, как будто решил не давать мне покоя в моем убежище. При первом же известии об этом волнении Баии я написал в мою защиту нескольким членам правительства, коряя их за слепую нетерпимость и стыдя за намерение отказать в приюте преследуемому, но достойному человеку, тогда как столько преступников находят убежище в их стране. Некоторые благоразумные люди полагали, что горячность его упреков скорее ожесточила, чем смягчила умы. Как бы ни было, ни вес, ни красноречие моего защитника не могли отразить удара. Предупрежденный о приказе, который ему придется мне объявить, он заранее сообщил мне о нем, и чтобы не ждать этого приказа, я решил уехать на другой же день. Затруднение было лишь в том, куда ехать. Женева и Франция были для меня закрыты, и легко было предвидеть, что в этом деле каждая страна поспешит последовать примеру своей соседки. Госпожа Буа-де-Ле-Тур предложила мне поселиться в пустующем, но полностью меблированном доме, принадлежавшем ее сыну и находившемся в деревне Мутье, Вальде-Тревере, Невшательского графства. Невшатель область в Швейцарии с главным городом Невшатель была самостоятельным графством, а в 1707 году перешла по наследству к прусскому королю Фридриху I и оставалась в руках Пруссии до 1806 года, в настоящее время кантон Швейцарии. Нужно было только перевалить через гору, чтобы попасть туда. Предложение было тем более кстати, что во владениях прусского короля я, само собой разумеется, становился недостижимым для преследований, и во всяком случае религия не могла быть для них предлогом. Фридрих II, король прусский, 1740-1786, подчеркивал свое сочувствие философам-энциклопедистам, привлекал к себе на службу Вольтера, оказал покровительство Руссо и тому подобное, что не мешало ему оставаться деспотом, душившим всякое проявление свободной мысли в своей стране. Но одно тайное затруднение, о котором мне нельзя было говорить, заставляло меня сильно колебаться. Моя врожденная любовь к справедливости и тайное влечение к Франции внушали мне отвращение к прусскому королю, который, казалось мне, своими принципами и поступками попирает всякое уважение к естественному закону и всем человеческим обязанностям. Среди гравюр в рамке, которыми я украсил свою башню в Монмуррансе, был портрет этого государя, а под ним вторая строка двустишая «Он мыслит, как мудрец, а правит, как король». Этот стих под всяким другим пером оказался бы довольно высокой похвалой, но у меня смысл его был достаточно ясен, и при том его вполне разъясняла предыдущая строка. В действительности, под портретом Фридриха II была первая строка двустишая, а вторая строка гласила «Тщеславие и корысть, таков его пароль». Двустишие это видели все, кто посещал меня, а таких было немало. Кавалер де Лоранзи даже записал его, чтобы показать де Ламберу, и я не сомневался, что последний позаботился поднести его этому государю от моего имени. «Я еще усугубил свою вину одним местом в Эмиле, где было достаточно ясно, кого я подразумеваю под именем Адраста, царя донайцев». В Эмиле книга пятая есть намек на прусского короля Фридриха II, обозначая его иносказательной именем аргосского царя Адраста, греческий миф, поддерживавшего губительную ссору между двумя братьями, правителями Фив, Руссо имел в виду роль Фридриха во время Семилетней войны. Это не ускользнуло от внимания хулителей, поскольку госпожа де Буфле в беседе со мной неоднократно наводила разговор на этот предмет. «Таким образом, я был вполне уверен, что занесен красными чернилами в списке прусского короля. И к тому же, если предположить, что он придерживался тех принципов, какие я осмелился приписывать ему, мои сочинения и их автор по одному этому могли быть ему только неприятны. Известно, что злые люди и тираны всегда смертельно ненавидели меня, даже не зная меня лично, на основании одного чтения моих сочинений. Тем не менее, я решился отдаться на его милость и не думал, что особенно рискую. Я знал, что низкие страсти подчиняют себе только слабых, а на людей крепкого закала, каким я всегда признавал его, имеют мало влияния. Мне казалось, что в его мастерство правителя входит и умение проявлять великодушие в такого рода случаях, и что по его характеру это ему на самом деле доступно. Я полагал, что возможность низкой и легкой мести ни на минуту не поколеблет в нем любви к славе. Ставя себя на его место, я допускал, что он воспользуется обстоятельствами, чтобы подавить тяжестью своего великодушия человека, осмелившегося дурно думать о нем. Поэтому я отправился на жительство в Мытье, считая, что он способен почувствовать цену такого доверия. Я сказал себе, если Жан-Жак возвышается до Кориолана, окажется ли Фридрих ниже предводителя Вольсков? Кориолан Вольский, римский полководец V века до н.э., осужденный на изгнание, невзирая на его заслуги перед Римом, он перешел к врагам Рима, Вольскам, которыми был радушно принят, несмотря на свои прежние победы над ними. Полковник Роген захотел во что бы то ни стало совершить вместе со мной переезд через гору и устроить меня в Мытье. Одна из невесток госпожи Боа де ла Тур, госпожа Жерардье, для которой предназначенный мне дом был очень удобен, не испытала при моем появлении особенного удовольствия. Однако она любезно ввела меня во владение моей квартирой, и я питался у нее в ожидании приезда Терезы и устройства моего маленького хозяйства. После отъезда из Монморанси, хорошо понимая, что отныне я буду на земле скитальцем, я колебался, позволить ли Терезе присоединиться ко мне и делить со мной скитания, на которые я был обречен. Я понимал, что из-за этой катастрофы наше отношение изменится, и все, что до сих пор было с моей стороны милостью и благодеянием, отныне станет тем же с ее стороны. Быть может, ее привязанность выдержит испытания моих бедствий, но сама она будет истерзана, и ее горе только увеличит мои муки. Если же моя опала охладит ее сердце, она даст мне почувствовать, что ее верность жертва. И вместо того, чтобы понять, какая для меня радость разделить с ней свой последний кусок хлеба, она будет думать только о том, как благородно поступила, согласившись следовать за мной повсюду, куда забросит меня судьба. Надо сказать все. Я не утаил ни пороков моей бедной маменьки, ни своих собственных. Я не должен щадить и Терезу. И каким бы удовольствием ни было для меня воздать честь столь дорогому мне существу, я не хочу скрывать ее недостатков, если только невольное угасание сердечных привязанностей может считаться недостатком. Уже давно стал я замечать ее охлаждение. Я чувствовал, что она смотрит на меня не так, как прежде, когда мы были молоды, и чувствовал это тем сильней, что сам оставался по отношению к ней все таким же. Я опять попал в то же затруднительное положение, последствия которого испытал с маменькой, и те же самые последствия оно вызвало и у Терезы. Не будем искать совершенств за пределами естества. Вероятно, то же самое случилось бы с любой женщиной. Решение, принятое мною относительно моих детей, каким бы разумным оно мне ни казалось, не всегда оставляло мое сердце спокойным. Обдумывая свой трактат о воспитании, я почувствовал, что пренебрег обязанностями, от которых ничто не могло освободить меня. Наконец, угрызения совести достигли такой силы, что вынудили у меня почти открытое признание в начале Эмиля. Оно выражено так ясно, что после этого удивительно, как хватало мужества упрекать меня за мой поступок. Трактат о воспитании. Руссо имеет в виду свой роман-трактат «Эмиль» или о воспитании. Угрызение совести вынудили у меня почти открытое признание в начале Эмиля. Отец, дающий рождение и кормящий своих детей, тем самым выполняет лишь третью часть своих обязанностей. Кто не может выполнять своих обязанностей отца, тот не имеет права становиться отцом. Ни бедность, ни труд, ни почтение со стороны окружающих не освобождают его от необходимости кормить своих детей и самому их воспитывать. Читатели, вы можете поверить мне. Я предрекаю всякому имеющему сердце и пренебрегающему своими святыми обязанностями, что ему придется оплакивать горькими слезами свою ошибку и не утешиться никогда. Эмиль, книга первая. Между тем, мое положение было теперь такое же и даже еще хуже из-за злобы моих недоброжелателей, только и жаждавших уличить меня в чем-нибудь дурном. Я опасался рецидива и, не желая этим рисковать, предпочитал обречь себя на воздержание, чем подвергнуть Терезу возможности снова стать матерью. К тому же я заметил, что сношения с женщинами сильно ухудшают мое здоровье. Это двойное основание заставляло меня принимать решения, которые я иногда плохо соблюдал, но за последние три-четыре года я выполнял их гораздо строже. С этого же времени я заметил охлаждение Терезы. Она была по-прежнему привязана ко мне, но по чувству долга, а не по любви. Разумеется, это делало наши отношения менее приятными. Я подумал, что, будучи уверенной в неизменных моих заботах о ней, где бы я ни находился, она, может быть, предпочтет остаться в Париже, чем скитаться со мной. Однако она проявила такое горе при нашем расставании, так требовала от меня твердого обещания, что мы опять соединимся, и после моего отъезда выражала как принцу де Конти, так и герцогу Люксембургскому такое сильное желание быть со мною, что у меня не только не хватало духу заговорить с ней о разлуке, но даже сам я едва смел думать об этом. Почувствовав в своем сердце до какой степени мне невозможно обойтись без нее, я немедленно стал звать ее к себе, и она приехала. Двух месяцев не прошло, как мы расстались, но за столько лет это была наша первая разлука. Мы оба сильно ее чувствовали. Как мы дрожали, обнимаясь! О, как сладки слезы любви и радости! Как упивалось ими мое сердце! Зачем мне дано было так мало их пролить? По приезде в Мутье я написал милорду Кейту, маршалу Шотландии, губернатору Невшотеля, чтобы известить его о том, что я укрылся во владениях его величества и попросить его покровительства. Милорд Кейт Речь идет о Джордже Кейте 1693-1779 шотландском офицере на прусской службе, губернаторе Невшотеля и друге Руссо. Брат его Джемс Кейт, английский генерал, игравший видную роль во время Семилетней войны, состоял на службе у Фридриха Второго. Он ответил мне со свойственным ему великодушием, которого я и ожидал. Он пригласил меня к себе. Я был у него с господином Мартине, коронным судьей Вальде Травера, бывшим в большой милости у его превосходительства. Коронный судья, то есть судья по назначению высшей власти, ведал делами о государственных преступлениях. Почтенная наружность этого славного и добродетельного шотландца произвела на меня большое впечатление, и с этой самой минуты между нами возникла крепкая дружба, которая с моей стороны всегда оставалась неизменной, и была бы такой же и с его стороны, если бы злодеи, отнявшие у меня все утешения в жизни не воспользовались моим удалением и его старостью, чтобы оклеветать меня перед ним. Джордж Кейт, наследственный маршал Шотландии и брат знаменитого генерала Кейта, прожившего славную жизнь и доблестно павшего на поле брани, в молодости оставил родину и был осужден на изгнание за то, что стал на сторону дома Стюартов, в котором он, однако, скоро разочаровался, заметив в нем дух несправедливости и тирании, всегда составлявший характерную особенность этого рода. Дом Стюартов — королевская династия, правившая в Англии с 1603 по 1688 год, когда Стюарты в лице Иакова II были окончательно свергнуты буржуазной революцией. Он долго жил в Испании, климат который очень ему нравился, и, наконец, как и брат, перешел на службу к прусскому королю, умевшему разбираться в людях и принявшему их так, как они того заслуживали. Он был хорошо вознагражден за этот прием немалыми услугами, оказанными ему маршалом Кейтом, и кое-чем еще более ценным, искренней дружбой милорда маршала. Великая, истинно республиканская и гордая душа этого достойного человека могла подчиниться только Игу дружбы. Но ей она подчинялась так, что, имея совершенно иные принципы, он с той минуты, как привязался к Фридриху, видел только его одного. Король давал ему важные поручения, посылал его в Париж, в Испанию, и, наконец, когда он состарился и стал нуждаться в отдыхе, дал ему в виде пенсии губернаторство в Нефшателе, возложив на него благородную задачу провести там остаток жизни в заботах о счастье этого маленького народа. Нефшательцы любят одну только мишуру и показной блеск, не умеют ценить истинные достоинства и принимают болтовню за ум. Увидев человека спокойного и простого, они приняли его скромность за высокомерие, откровенность за грубость, скупость на слова за глупость и стали противиться его благодетельным заботам, потому что он желал быть полезным без вкратчивости и не умел льстить тем, кого не уважал. Когда в нелепой истории с пастором Птепьером, изгнанным своими собратьями за то, что он не хотел, чтобы они были осуждены на вечную муку, Милорд воспротивился превышению власти со стороны пасторов. Против него поднялась вся страна, интересы которые он защищал. И в момент моего приезда этот глупый ропот еще не затих. Пастор Птепьер утверждал в своих проповедях в Невшотеле, что адские муки, ожидающие согласно учению христианской церкви грешников после смерти, не вечны, а имеют временный характер. За это он был лишен должности 1762 год и вынужден провести 12 лет в Англии в изгнании. Его считали во всяком случае человеком, склонным к предвзятости. И из всех взводившихся на него обвинений это было, пожалуй, наименее несправедливое. Первым моим чувством при виде этого почтенного старца была жалость. Меня поразила худоба его тела, уже истощенного годами. Но, взглянув на его живое, открытое и благородное лицо, я почувствовал доверие и уважение, взявшие верх над всеми другими чувствами. На мое очень краткое приветствие он ответил тем, что заговорил о чем-то другом, словно прошла уже неделя, как я проживаю здесь. Он даже не предложил нам сесть. Чопорный судья тоже продолжал стоять. А я увидел в проницательном и хитром взгляде милорда что-то такое ласковое, что сразу почувствовал себя непринужденно и без церемоний уселся на софу рядом с ним. Он тотчас заговорил очень простым тоном. Я понял, что такое свободное обращение доставляет ему удовольствие и что он подумал «Это не невшателец». Странное действие большого сходства характеров. в возрасте, когда сердце обычно уже утрачивает свое естественное тепло, у этого доброго старца оно прониклось ко мне горячей приязнью всех удивившей. Он посетил меня в мутье под предлогом охоты на перепелов и провел там два дня, не дотронувшись до ружья. Между нами установилась такая дружба в полном значении этого слова, что мы не могли друг без друга обойтись. Замок Колумбье, в котором он жил летом, находился в шестилье от мутье. Не реже, чем раз в две недели я бывал у него, гостил сутки, потом возвращался пешком, и сердце мое всегда было полно им. Волнение, некогда мной испытанное во время моих путешествий из Эрмитажа в Обон, было совсем иное, конечно, но оно не было более нежным, чем то, с каким я приближался к Колумбье. Сколько слез умиления проливал я нередко дорогой, думая об отеческой доброте, о милых добродетелях, о кроткой философии этого почтенного старца. Я называл его отцом, он меня сыном. Эти нежные имена отчасти дают представление о привязанности, соединявшей нас, но еще не дают представления о нашей потребности друг в друге и о постоянном желании быть вместе. Он во что бы то ни стало хотел поселить меня в замке Колумбье и долго настаивал, чтобы я занял помещение, которое мне обычно отводили там. В конце концов, я сказал ему, что чувствую себя в мутье свободней и предпочитаю всю он одобрил мою откровенность и об этом больше не было речи. О, добрый милорд, о, мой достойный отец, как и теперь еще сердце мое волнуется при мысли о вас. Ах, варвары, какой удар нанесли они мне, оторвав вас от меня. Но нет, нет, великий человек, вы остаетесь и останетесь всегда тем же для меня, как и я остался все прежним. Вам налгали, но не могли изменить вас. Милорд маршал не лишен недостатков. Он мудрец, но человек. При самом проницательном уме, при самом тонком чутье, какие только возможны, при самом глубоком знании людей, он иногда позволяет себя обмануть и остается при этом в заблуждении. У него странный характер, что-то чудное, необычайное есть в самом складе его ума. Он как бы забывает о людях, которых видит каждый день и вспоминает о них в тот момент, когда они меньше всего этого ожидают. его внимание кажется своенравным, подарки прихотью, а не желанием сделать приятное. Он тотчас же дает или посылает, что ему вздумается, будь эта вещь очень дорогая или ничтожная, безразлично. К нему является, например, молодой женевец, желающий поступить на службу к прусскому королю. Милорд дает ему вместо письма мешочек гороху и велит передать королю. При виде этой странной рекомендации король тотчас же принимает подателя на службу. У возвышенных натур есть общий язык, недоступный пошлым умам. Эти маленькие чудачества, напоминающие капризы хорошенькой женщины, делали милорда маршала в моих глазах еще интересней. Я был вполне уверен и еще больше убедился в этом впоследствии, что в серьезных случаях они не влияли ни на его чувства, ни на внимательное отношение к человеку, связанному с ним дружбой. Но правда и то, что самый способ делать одолжение отличается у него той же странностью, что и его манеры. Приведу один только случай. Так как переход из Мутье в Колумбье был для меня слишком утомителен, я обычно делал его в два приема. Выходил из дому после обеда и ночевал в Бро на полпути. Хозяин по фамилии Сандос, которому приходилось хлопотать в Берлине об одной милости, крайне для него важной, попросил меня склонить его превосходительство к поддержке. Охотно соглашаюсь, беру его с собой, оставляю его в прихожей и говорю о его деле Милорду, но тот мне ничего не отвечает. Утро на исходе. Проходя через залу обедать, вижу бедного Сандоза, изнывающего в ожидании. Думая, что Милорд забыл о нем, я, перед тем, как сесть за стол, заговариваю о нем снова, в ответ ни звука, как раньше. Я нашел этот способ дать мне почувствовать, что я назойлив, немного грубым и замолчал втайне, пожалев бедного Сандоза. Возвращаясь на другой день, я был очень удивлен его благодарностью за хороший прием и вкусный обед у его превосходительства, принявшего к тому же его прошение. Через три недели Милорд прислал ему рескрипт, о котором он просил, подписанный королем и препровожденный министром. А ведь он не пожелал сказать ни мне, ни просителю ни слова об этом деле, и я думал, что он не захотел заниматься им. Я готов без конца говорить о Джорджа Кейте. С ним связаны мои последние светлые воспоминания. Вся остальная моя жизнь была сплошным горем и душевной мукой. Воспоминания о ней так печальны и так смутны, что мне уже невозможно внести сколько-нибудь порядков свои рассказы. Отныне я буду вынужден излагать факты без всякой последовательности, так, как они будут возникать в моей памяти. Мне недолго пришлось беспокоиться о приюте благодаря ответу короля, милорду-маршалу, в котором, надо полагать, я нашел хорошего адвоката. Его величество не только одобрил то, что маршал сделал, но еще поручил ему, нужно все сказать, дать мне двадцать луидоров. Добрый милорд, смущенный подобным поручением и не зная, как деликатнее выполнить его, постарался устранить из него обиду, превратив эти деньги в подарок натурой, и сообщил мне, что он получил приказ снабдить меня дровами и углем для моего маленького хозяйства. Он даже прибавил, быть может, по собственному почину, что король охотно прикажет построить мне домик по моему вкусу, если я пожелаю выбрать для этого место. Такое предложение очень меня тронуло и заставило забыть скудость первого подарка. Я не принял ни того, ни другого, но стал смотреть на Фридриха, как на своего благодетеля и покровителя и так искренне привязался к нему, что с тех пор стал в той же мере дорожить его славой, в какой прежде считал его успехи незаслуженными. По поводу мира, в скором времени им заключенного, я очень тонко выразил свою радость, красиво убрав гирляндами занимаемый мной дом и с мстительной гордостью потратил на это почти столько же, сколько король хотел подарить мне. Речь идет о Парижском мире 1763 года, завершившем Семилетнюю войну. Так как мир был заключен, я полагал, что поскольку военная и политическая слава Фридриха достигла зенита, он захочет стяжать славу другого рода, оживив свои владения, восстановив в них торговлю, земледелие, обновив их почву, заселив все пустующие земли, поддерживая мир среди всех своих соседей, сделавшись арбитром Европы после того, как был ее бичом. Он без риска мог вложить шпагу в ножны с уверенностью, что его не заставят снова обнажить ее. Видя, что он не разоружается, я стал опасаться, как бы он не злоупотребил своими преимуществами и не оказался великим лишь наполовину. Я осмелился написать ему на эту тему, и, взяв непринужденный тон, который должен нравиться людям его склада, вознес к нему тот святой голос правды, который лишь немногие из королей способны слушать. Втайне, только между нами двумя, позволил я себе эту вольность. Я даже не посвятил в нее милорда-маршала и передал ему мое письмо к королю запечатанным. Милорд отправил письмо, не спрашивая о содержании. Король не ответил, и через некоторое время, когда милорд-маршал был в Берлине, Фридрих только сказал, что я его крепко выбронил. Из этого я понял, что письмо мое встретило плохой прием, и откровенность моего усердия сочтена грубостью педанта. Возможно, что это так и было. Я, может быть, сказал не то, что следовало, и взял не тот тон, который надо было взять. Я могу отвечать только за чувства, заставившие меня взяться за перо. Вскоре после моего поселения в Мутье-Тревер, располагая всеми возможными доказательствами, что меня оставят там в покое, я стал носить армянский костюм. Мысль об этом не была новой. Она возникала у меня не раз, и снова пришла мне в голову в Монмурансе, где частое применение зондов, вынуждавшее меня подолгу не выходить из своей комнаты, заставило ясней почувствовать преимущество длинной одежды. Очень кстати под рукой оказался армянский портной, часто навещавший в Монмурансе своего родственника. Это побудило меня воспользоваться обстоятельством и перейти на новое одеяние, рискуя вызвать пересуды, о которых я очень мало беспокоился. Однако, прежде чем облечься в этот новый наряд, я хотел узнать мнение герцогини Люксембургской, и та очень советовала мне перейти на него. Я заказал себе небольшой армянский гардероб, но поднявшаяся против меня буря заставила меня отложить перемену костюма до более спокойных времен. И только через несколько месяцев, когда мне пришлось из-за новых приступов опять прибегнуть к зондам, я нашел возможным, ничем не рискуя, надеть эту новую одежду в мутье, особенно после того, как посоветовался с местным пастором, и он сказал мне, что я могу приходить в ней даже в храм, не вызывая скандала. И вот я надел куртку, кафтан, меховую шапку, пояс, и, отстояв в этом одеянии церковную службу, убедился, что вполне удобно пойти в нем и к милорду-маршалу. Его превосходительство, увидев, как я одет, произнес вместо всякого приветствия «Салям алейкум!» Этим все кончилось, и я уже не носил другой одежды. Совсем оставив литературу, я помышлял только о том, чтобы вести жизнь спокойную и приятную, насколько это от меня зависит. В одиночестве я никогда не знал скуки, даже при совершенном безделье. Мое воображение, заполняя все пустоты, способно само по себе занять меня. Только праздная болтовня в комнате, когда все, сидя друг против друга, двигают одними языками, всегда была мне невыносима. Когда ходишь, гуляешь, пустые разговоры еще можно терпеть, по крайней мере, ноги и глаза чем-то заняты, но оставаться на месте, скрестив руки и толковать о погоде, о назойливых мухах, либо, что еще хуже, обмениваться любезностями, это для меня невыносимая пытка. Чтобы не одичать, я начал учиться плести шнурки. Я брал с собой подушку, когда шел в гости, или, как женщина, работал у порога своего дома, беседуя с прохожими. Это занятие помогало мне сносить бессодержательную болтовню и проводить время без скуки у соседок, среди которых были довольно милые и неглупые. Одна из них, Изабелла де Вернуа, дочь невшотельского главного прокурора, показалась мне достойной того, чтобы завязать с ней дружбу, пригодившуюся ей вследствие моих полезных советов и услуг, которые я оказал ей в важных обстоятельствах. Теперь, сделавшись достойной и добродетельной матерью семейства, она, быть может, обязана мне своим благоразумием, мужем, своей жизнью и счастьем. Со своей стороны, я обязан ей самыми сладкими утешениями, особенно в течение очень печальной зимы, когда она в разгар моих болезней и огорчений проводила со мной и Терезой долгие вечера, казавшиеся нам очень короткими благодаря прелести ее ума и взаимным сердечным излиянием. Она называла меня своим папенькой, а я ее дочерью. Эти имена мы даны не даем друг другу и, надеюсь, они всегда будут ей так же дороги, как и мне. Чтобы мои шнурки оказались на что-нибудь годны, я дарил их моим молодым приятельницам к свадьбе с условием, чтобы они сами кормили своих детей. Старшая сестра Изабеллы получила шнурок и оправдала подарок. Получила шнурок и сама Изабелла и заслужила его не меньше своим добрым намерением. Но она не имела счастливой возможности поступить по своему желанию. Посылая им эти шнурки, я написал то и другое по письму, и первое из них облетело весь мир, а второе не имело столь блестящего успеха. Дружба не проявляется так шумно. В этой короткой записке Руссо пишет, думая о том, что носить шнурок с плетенной рукою, начертавшей обязанности матери, значит взять на себя обязательство выполнить их. Среди знакомств, завязавшихся у меня по соседству и о которых не буду говорить подробно, я должен упомянуть знакомство с полковником Пюри, имевшим дом на горе, в котором он проводил лето. Я не стремился к сближению с ним, зная, что он на очень плохом счету при дворе и у милорда маршала, с которым даже не встречался. Однако он сам явился ко мне и держался очень любезно. Пришлось и мне навестить его. Так пошло дальше, и мы иногда обедали один у другого. Я познакомился у него с господином Де Пейру, с которым впоследствии так тесно подружился, что не могу не рассказать о нем. Де Пейру был американец, сын одного суринамского командира, преемник которого, де Шамбрие из в шотеля, женился на его вдове. Суринамом называлась голландская Гвиана в Южной Америке, по названию реки, протекающей в этой области. А вдове вторично она поселилась на родине своего второго мужа. Де Пейру, единственный сын, очень богатый и нежно любимой матерью, был воспитан довольно тщательно, и образование пошло ему на пользу. Он приобрел много полузнаний, некоторый интерес к искусству, и особенно гордился тем, что развил свой разум. Его голландский облик, холодный и философский, смуглый цвет лица, молчаливый и скрытный характер, сильно содействовали этому мнению. Он был глух и страдал подагрой, несмотря на молодость. Это придавало всем его движениям большую положительность, большую важность, и хоть он любил поспорить, иногда даже слишком затягивая спор, в общем, он говорил мало, потому что плохо слышал. Все эти внешние данные импонировали мне. Я говорил себе, вот мыслитель, человек мудрый, счастье иметь такого своим другом. Окончательно покорило меня то, что он охотно беседовал со мной, но никогда при этом не расточал мне никаких любезностей. Он мало говорил обо мне и о моих книгах, и еще меньше о себе самом. Он не был лишен способности мыслить, и все, что он говорил, было довольно верным. Эта рассудительность и беспристрастность привлекли меня. Ум его не был такой возвышенный и тонкий, как у милорда маршала, но простотой нрава он напоминал последнего. Я не восхищался им, но чувствовал к нему приязнь, уважение, и, мало по малу, уважение это перешло в дружбу. На этот раз я совершенно забыл возражение, однажды сделанное мною барону Гольбаху, что тот слишком богат, и, кажется, я был неправ. Опыт научил меня сомневаться в том, что человек, обладающий большим состоянием, каков бы он ни был, может искренне любить мои принципы и их носителя. Довольно долгое время я редко видел Дюпейру, потому что не бывал в Невшателе, а он только раз в год появлялся на горе у полковника Пюри. Почему я не бывал в Невшателе? Это ребячество, о котором я не должен умолчать. Хоть я и находился под защитой прусского короля и милорда маршала, и был сначала избавлен от преследования в своем убежище, но я не был избавлен от ропота публики, должностных лиц города, пасторов. После толчка, сообщенного Францией, было дурным тоном не нанести мне хотя бы какого-нибудь оскорбления. Все опасались, что отказ от подражания моим преследователям будет принят за неодобрение. Духовенство Невшателе, то есть компания пасторов этого города, забило тревогу, стараясь возбудить против меня государственный совет. Тогда эта попытка не удалась, пасторы обратились к городскому управлению. Последняя тотчас велела запретить мою книгу и, обращаясь со мной при всяком удобном случае не особенно любезно, давала понять и даже прямо заявляла, что если бы я вздумал поселиться в городе, меня бы там не потерпели. Они наполняли свой Меркурий вздором и самой плоской ханжеской болтовней. Хотя люди разумные над ней смеялись, но это натравливало и вооружало народ против меня. Меркурий речь идет о журнале, выходившем в Невшотеле с 1732 года под заглавием «Швейцарский Меркурий». Однако если послушать их, так я должен был быть весьма благодарен за необычайную милость, которую они мне оказывали, позволяя жить в мытье, где они не имели никакой власти. Они охотно стали бы отмерять мне воздух кружками, при условии, чтобы я подороже платил за него. Они хотели, чтобы я считал себя обязанным им за покровительство, которое король оказал мне помимо них, и которого они упорно стремились лишить меня. Наконец, видя безуспешность своих происков, причинив мне весь возможный для них вред и очернив меня всеми доступными им способами, они превратили в заслугу собственное бессилие хвастаясь передо мной, что они по своей доброте терпят меня в стране. Вместо ответа я должен был бы рассмеяться им в лицо. Я же был настолько глуп, что обиделся и нелепо отказывался бывать в Невшотеле. Это решение я соблюдал около двух лет, хотя было слишком много чести обращать внимание на проделки подобных субъектов. За которые, будь эти проделки добрыми или злыми, их нельзя делать ответственными, потому что они никогда не действовали иначе, как бессознательно. К тому же люди невежественные и непросвещенные, почитающие только влияние, власть и деньги, даже и не подозревают, что надо иметь некоторое уважение к талантам и что позорно оскорблять их. Один деревенский мэр, отстраненный от должности за растраты, сказал плацмайору Вальде Травера, мужу моей Изабеллы, говорят, этот Руссо очень умен, приведите его ко мне, я хочу убедиться, правда ли это. Конечно, недовольство человека, принимающего подобный тон, не должно огорчать тех, на кого оно направлено. По тому, как со мной поступали в Париже, в Женеве, в Берне, в самом Невшотеле, я не ждал большей мягкости от местного пастора. Между тем, я был ему рекомендован госпожой Боа де ла Тур, и он встретил меня очень любезно. Но в этой стране, где льстят всем без разбора, любезное обращение ничего не означает. Однако, после своего торжественного присоединения к реформатской церкви, живя в реформатской стране, я не мог, не нарушая своих обетов и своего гражданского долга, пренебрегать публичным исповеданием культа, к которому присоединился. Поэтому я присутствовал при богослужении. С другой стороны, я боялся, явившись к причастию, подвергнуться унизительному отказу, и не было никакого вероятия, чтобы после переполоха, поднятого в Женеве советом двухсот, а в Невшателе духовенством, пастор согласился спокойно причастить меня в своей церкви. И вот, видя, что приближается время причастия, я написал господину де Монмолену, это фамилия пастора, решив пойти ему навстречу и объявить, что сердцем я всегда принадлежал к протестантской церкви. В то же время я сообщил ему во избежание придирок по вопросам веры, что не требую никаких особых пояснений относительно догмы. Приведя в ясность свое положение с этой стороны, я стал спокойно ждать, не сомневаясь, что господин де Монмолен откажется допустить меня к причастию, без предварительного обсуждения, которого я не хотел, и таким образом все будет кончено без всякой вины с моей стороны. Не тут-то было. В тот момент, когда я меньше всего этого ожидал, де Монмолен пришел ко мне и объявил, что он не только допускает меня к причастию на предложенном мной условии, но и он сам, и его начальники, считают для себя честью иметь меня в своей пастве. Никогда в жизни не был я так поражен и так утешен. Жить на земле вечным отщепенцем казалось мне очень печальным уделом, особенно когда находишься в беде. Среди стольких гонений и преследований я испытывал несказанную радость при мысли, что могу сказать себе, по крайней мере я среди братьев. И я пошел к причастию с сердечным трепетом и слезами умиления, которые были, быть может, самой угодной богу подготовкой, какая только возможно. Спустя некоторое время милорд прислал мне письмо госпожи де Буфле, переданное ею, по крайней мере, я так подумал, через посредство д'Аламбера, который был знаком с милордом маршалом. В этом письме, первом написанном мне этой дамой после моего отъезда из Монмуранси, она меня сильно бронила за письмо к де Монмолену и особенно за то, что я причастился. Я не понимаю, почему она напустилась на меня, тем более, что со времени своего путешествия в Женеву я всегда открыто называл себя протестантом и публично бывал в церкви голландского посольства, причем решительно никто не находил этого дурным. Мне показалось забавным, что графиня де Буфле берется руководить моей совестью в вопросе религии. Как бы то ни было, поскольку я не сомневался, что она действует из самых лучших, хотя и совершенно мне непонятных побуждений, я не обиделся на столь странный выпад и ответил ей без гнева, изложив свои основания. Между тем, оскорбления в печати продолжались своим чередом, и их благодушные авторы корили власть за слишком мягкое обращение со мной. Этот дружный лай, вдохновители которого продолжали действовать под сурдинку, таил в себе нечто зловещее и страшное. Но я не обращал внимания и ничуть не тревожился. Меня уверяли, что последовало осуждение со стороны Сорбонны, я не поверил. Сорбонна здесь имеется в виду Богословский факультет Парижского университета. С какой стати станет вмешиваться в это дело Сорбонна? Хотела ли она удостоверить, что я не католик? Все это знали. Хотела ли доказать, что я плохой кальвинист? Какое ей было до этого дело? Это значило бы взять на себя очень странную заботу. Это значило бы подменять собой наших пасторов. До того, как я увидел этот документ, я подумал, что его распространяют, приписывая Сорбонне, чтобы посмеяться над ней и, прочтя его, укрепился в этом мнении. Наконец, когда больше уже не было возможным сомневаться в его подлинности, я мог вывести из него только то, что всю Сорбонну надо посадить в сумасшедший дом. Другой документ задел меня гораздо больше, потому что исходил от человека, которого я всегда уважал и постоянству которого удивлялся, жалея об его ослеплении. Я говорю о послании архиепископа Парижского против меня. Архиепископ Парижский, Кристоф де Бумон, вел ожесточенную борьбу со свободомыслием. В своем послании, 1762 год, осуждающем книгу Эмиль, женевского гражданина Жан-Жак Руссо. Архиепископ называет Руссо безумцем, обманщиком и нечестивцем и запрещает всей своей пастве читать и держать Эмиля у себя в доме. Ответ Руссо, женевского гражданина, в котором Руссо дает язвительную критику официальной религии, принадлежит к лучшим и наиболее известным произведениям писателя. Мне оказалось, что я обязан перед самим собой ответить на него. Я мог это сделать, не унижаясь. Это напоминало инцидент с польским королем. Я никогда не любил грубых споров в духе Вольтера. Я умею сражаться только с достоинством и хочу, чтобы тот, кто на меня нападает, не бесчестил моих ударов, иначе я не снизойду до защиты. Я не сомневался, что послание это написано в угоду иезуитам, и хотя в то время они сами были угнетены, я узнал в нем их старое правило губить несчастных. Поэтому я тоже мог последовать своему всегдашнему правилу, оказывая почести титулованному автору, громить его сочинение, что и сделал не без успеха. Пребывание в Мутье я находил приятным. И для того, чтобы решить остаться там до конца моих дней, мне не хватало только твердого достатка. Жизнь там довольно дорога, а я видел, что все мои прежние планы разрушены. Ведь мне пришлось упразднить мое хозяйство и заводить новое, продать и раздать всю мою мебель и нести большие расходы со времени отъезда из Монмуранси. Я видел, как с каждым днем тает мой маленький капитал, на который я рассчитывал. Двух-трех лет будет достаточно, чтобы окончательно его исчерпать, а я не видел никакого способа возобновить его, разве только снова приняться за писание книг, гибельное ремесло, от которого я уже отказался. Уверенный в том, что скоро отношение ко мне изменится, и публика, опомнившись, заставит власти краснеть за свое обращение со мной, я старался только растянуть свои средства до этой счастливой перемены, когда у меня будет больше возможности выбрать новый способ существования среди тех, какие мне представятся. С этой целью я снова принялся за музыкальный словарь. Он сильно подвинулся за десять лет труда и нуждался только в последней отделке до переписки Набелла. Мои книги, незадолго перед тем мне присланные, дали мне возможность закончить этот труд. Мои бумаги, присланные мне одновременно, позволили мне приступить к воспоминаниям, которым я хотел посвятить все свое время. Я начал переписывать письма в сборник, чтобы он послужил путеводной нитью для моей памяти в отношении событий и дат. Я уже произвел отбор тех писем, которые хотел для этого сохранить. Последовательность их за период около десяти лет была непрерывной. Между тем, подбирая их для переписки, я обнаружил в них пробел, удививший меня. Пробел этот был примерно месяцев в шесть, с октября 1756 до марта следующего года. Я отлично помнил, что отобрал много писем Дидро, Делейра, госпожи Депине, госпожи Дешенонсо и других, которыми этот пробел был заполнен, но не находил их. Куда они делись? Касался ли кто-нибудь моих бумаг в течение тех месяцев, пока они оставались в Люксембургском дворце? Это было невозможно допустить, ведь я видел, как маршал взял ключ от комнаты, куда я их положил. Многие письма женщин, и все письма Дидро не были датированы. Чтобы разместить эти письма по порядку, мне пришлось проставить на них даты по памяти и вслепую. Теперь я подумал было, что ошибся датировкой, и вновь перебрал все письма без дат или датированные мною самим, чтобы посмотреть, не найду ли тех, которые должны заполнить образовавшуюся пустоту. Эта попытка кончилась неудачей. Я убедился, что пробел действительно существует, и письма без сомнения похищены. Кем и с какой целью? Вот чего я не мог понять. Письма эти, предшествовавшие моим крупным ссорам и относившиеся ко времени моего первого увлечения Юлией, не могли никого интересовать. Самое большее в них были какие-нибудь придирки Дидро, какие-нибудь насмешки Делейра, уверение в дружбе госпожи Де Шенонсо и даже госпожи Де Пене, с которой я был тогда в самых лучших отношениях. Для кого эти письма могли иметь значение, что хотели с ними сделать? Только через семь лет начал я подозревать, в чем заключалась страшная цель этой кражи. Окончательно удостоверившись в этом ущербе, я решил поискать у себя в черновиках, не обнаружится ли и там что-нибудь подобное. Я нашел там несколько таких же пробелов и, принимая во внимание мою плохую память, предположил, что во множестве моих бумаг окажутся и другие недостачи. Я заметил, что недостает черновика чувственной морали и части любовной истории милорда Эдуарда. Признаюсь, последняя заставила меня заподозрить герцогиню Люксембурскую. Эти бумаги пересылал мне ее лакей Ларош, и я не представлял себе, кто, кроме нее, мог бы заинтересоваться этим клочком. Но чем мог интересовать ее другой отрывок и похищенные письма, которыми даже при дурных намерениях нельзя было воспользоваться во вред мне, если только не фальсифицировать их. Я ни на одну минуту не заподозрил маршала, зная его неизменную прямоту и неподдельную дружбу ко мне. После долгих и утомительных поисков виновника этой кражи мне пришла более разумная мысль, я обвинил Даламбера, который, уже проникнув к герцогине, мог найти способ рыться в этих бумагах и взять из них, что ему вздумается, как из рукописей, так и из писем, для того ли, чтобы попытаться устроить мне какую-нибудь неприятность, или чтобы присвоить себе то, что могло ему понадобиться. Я предполагал, что введенный в заблуждение заглавием чувственная мораль, он принял этот набросок за план настоящего трактата о материализме и, как легко себе представить, решил воспользоваться им против меня. Уверенный, что, познакомившись с Черновиком, он скоро увидел свою ошибку и, решив совсем оставить литературу, я мало беспокоился об этих хищениях, это было уже не первым с его стороны, и примирился с ними без жалобы. Я нашел в элементах музыки много мест, взятых из моих работ об этом искусстве, написанных для энциклопедии и переданных ему за несколько лет до выхода в свет его элементов. Не знаю, принимал ли он какое-нибудь участие в книге о заглавленной словарь изящных искусств, но я нашел там статьи, дословно списанной с моих, и это произошло задолго до того, как те же самые статьи были напечатаны в энциклопедии. Примечание Руссо. Моих работ об этом искусстве, написанных для энциклопедии, статьи Руссо о музыке, написанные для энциклопедии, легли затем в основу его музыкального словаря. Вскоре я думать забыл об этом предательстве, как будто его не существовало, и принялся собирать оставшиеся у меня материалы, нужные для моей исповеди. Долгое время я полагал, что в Женеве компания пасторов, или, по крайней мере, граждане и горожане будут протестовать против беззакония, допущенного в направленном против меня постановлении. Все осталось спокойным, по крайней мере, по внешности. Наблюдалось всеобщее недовольство, ждавшее только случая, чтобы обнаружиться. Мои друзья, или те, кто называл себя так, писали мне письма за письмами с увещанием стать во главе их, уверяя, что со стороны совета последуют публичные извинения. Боязнь беспорядков и смут, которые могло вызвать мое присутствие, помешало мне уступить их настоянием. Верный однажды данный мною клятве никогда не участвовать ни в каких гражданских распрях в своей стране, я предпочел снести обиду и навсегда покинуть родину, чем возвращаться туда при помощи насильственных и опасных средств. Правда, я ждал со стороны буржуазии законных и мирных возражений против правонарушения, чрезвычайно ее затрагивающего. Их не последовало. Те, кто руководил ею, меньше хлопотали о подлинном удовлетворении жалоб, чем о возможности выслужиться. Они строили козни, но хранили молчание, предоставляя лайт сплетникам и ханжам или людям, прикидывающимся с плетниками и ханжами, тем, кого совет двухсот выставлял вперед, чтобы натравливать на меня чернь, объясняя эти нападки религиозным рвением. Тщетно прождав больше года, чтобы кто-нибудь выступил с протестом против незаконного поступка, я, в конце концов, решил действовать сам. Видя себя покинутым своими согражданами, я принял решение отречься от неблагодарной родины, где никогда не жил, где не видел ни добра, ни услуг, и где в награду за честь, которую я старался ей оказать, подвергся столь недостойному обращению и при том по единодушному согласию, поскольку те, кто должен был протестовать, молчали. И вот я написал первому синдику, эту должность занимал в том году, кажется, господин Фавр, письмо, где я торжественно отрекался от своих прав гражданина, впрочем, соблюдая благопристойность и умеренность, всегда вкладываемые мною в гордые поступки, которыми я часто отвечал среди своих несчастий на жестокость врага. Этот шаг открыл наконец глаза моим согражданам. Чувствуя, что они поступили неправильно с точки зрения собственных интересов, отказавшись защитить меня, они приступили к защите, когда уже было поздно. К моей обиде они присоединили и свои, накопившиеся у них, и сделали их предметом обоснованных представлений, расширяемых и подкрепляемых по мере того, как резкие и грубые отказы совета, чувствовавшего поддержку со стороны французского правительства, все яснее доказывали намерение поработить их. Эти пререкания породили разные брошюры, ничего не решавшие, как вдруг появились письма с равнины, сочинения, написанные с величайшим искусством в защиту совета, и партия представителей, вынужденная замолчать, была на время уничтожена. Партия представителей, так называлась в Женевской республике партия сторонников расширения прав Генерального совета, боровшаяся с ограничительными тенденциями аристократической партии отрицателей, которую поддерживала также корпорация пасторов. Это произведение прочный памятник редким талантам автора, принадлежало главному прокурору Троншену, человеку умному, просвещенному, большому знатоку законов и устройства Женевской республики. Земля молчала. Главный прокурор Троншен имеется в виду Жан-Роберт Троншен, родственник врача Троншена, и так же, как этот последний сторонник аристократической партии в Женеве. В качестве главного прокурора он возбудил дело против Руссо и добился осуждения книг Эмиль и общественный договор, а так же их автора. Он написал письма с равнины. Представители, придя в себя от первой растерянности, принялись писать ответ и через некоторое время сносно справились с этой задачей. Но все взгляды устремились на меня, как на единственного, кто может вступить в бой с таким противником, имея шансы его опрокинуть. Признаюсь, я тоже так думал. И, побуждаемый прежними своими согражданами, вменявшими мне в обязанность помочь им своим пером в затруднении, причиной которого был я сам, я приступил к опровержению писем с равнины и пародировал это заглавие, назвав свою книгу письмами с горы. Письма с горы, сочинение Руссо, 1764 год, политический памфлет, направленный против аристократической партии в Женеве. Я задумал и выполнил это дело в такой тайне, что при свидании в Тононе с вождями представителей для обсуждения их дел, когда они показали мне набросок своего ответа, я ни одним словом не обмолвился о моем уже готовом, опасаясь, как бы не возникло какого-нибудь препятствия при его печатании, если о нем дойдут хоть малейшие слухи до властей, либо до моих личных врагов. И все же мне не удалось избежать этого. Тонон, город на берегу Женевского озера. Мое сочинение стало известным во Франции до выхода в свет, но мешать его появлению не стали, чтобы не показать мне слишком ясно, как была раскрыта моя тайна. Расскажу об этом то немногое, что мне удалось узнать, и умолчу о своих предположениях. В Матье у меня было почти столько же знакомых, как в Эрмитаже и Монмуранси, но в большинстве случаев они были совсем другого рода. До тех пор меня посещали люди, имевшие со мной нечто общее в отношении талантов, вкусов, взглядов. Пользуясь этим поводом посещению, они сразу начинали беседовать со мной на темы, о которых я мог с ними разговаривать. В Матье было уже не так, особенно с французами. Ко мне являлись офицеры или другие люди, не имевшие никакого вкуса к литературе, по большей части даже не читавшие моих книг, но, по их словам, сделавшие тридцать, сорок, шестьдесят, сто лье, с целью увидеть меня, полюбоваться на человека прославленного, очень знаменитого, чрезвычайно знаменитого, великого и тому подобное. Мне расточали в лицо самую грубую, бесстыдную лесть, от которой я прежде был огражден уважением моих собеседников. Так как большинство этих гостей не удостаивало называть ни своего имени, ни звания, так как их познания не совпадали с моими и так как они даже не заглядывали в мои сочинения, я не знал, о чем с ними говорить. Я ждал, чтобы заговорили они, поскольку они сами должны были знать и объяснить мне, зачем посетили меня. Нетрудно понять, что беседа получалась для меня не особенно занимательной, хотя для них и могла быть интересной, в зависимости от того, что они хотели узнать. Я, без всяких опасений, непринужденно высказывался по всем вопросам, с которыми они находили уместным обратиться ко мне, и обычно они уходили, осведомленные не хуже меня обо всех мелочах моей жизни. Таким путем завязалось у меня, например, знакомство с господином Дефеном, конюшем королевы и капитаном кавалерии в ее полку, имевшим настойчивость провести несколько дней в мытье и даже последовать за мной пешком до ферьера, ведя лошадь в поводу, хоть у нас и не было с ним других точек соприкосновения, кроме той, что мы оба были знакомы с мадемуазель Фель и оба играли в бильбоке. Кроме господина Фена у меня было другое, гораздо более необычайное знакомство. Однажды являются пешком какие-то двое, ведя своих мулов, навьюченных багажом, останавливаются на постоялом дворе, сами чистят мулов и выражают желание видеть меня. Этих погонщиков приняли по одежде за контрабандистов и тотчас же разнесся слух, что ко мне в гости пришли контрабандисты. Уже их манеры при первом обращении ко мне показали, что это люди из другого теста. Но не будучи контрабандистами, они легко могли оказаться искателями приключений и это заставило меня быть некоторое время настороже. Они не замедлили меня успокоить. Один из них был де Монтобан, называемый графом де ла Тур Дюпен, дворянин из Дофине, другой Достье из Карпантры, бывший военный. Он спрятал свой орден святого Людовика в карман, так как не имел возможности выставить его напоказ. Дофине, старинная область на юге Франции, близ Швейцарии с главным городом Греноблем. Карпантра, город на юге Франции. Эти господа отличались любезностью и остроумием. Беседа с ними была приятна и интересно. Их способ путешествовать, так отвечавший моим вкусом и так мало отвечавший вкусом французских дворян, вызвал во мне известную симпатию к ним, которую общение с ними только укрепило. Наше знакомство на этом не кончилось. Оно продолжается и теперь, и они не раз снова появлялись у меня, однако уже не пешком. Это годилось только для начала. Но чем больше видел я этих господ, тем меньше общих интересов оказывалось у меня с ними, тем меньше обнаруживалось сходство между нашими взглядами, тем менее близки становились им мои сочинения, тем меньше было между нами подлинной приязни. Чего же они от меня хотели? Зачем им было являться ко мне в этом наряде? Зачем оставаться по нескольку дней? Зачем повторять посещение? Зачем так стремиться быть моими гостями? В то время мне не приходили в голову такие вопросы, но с тех пор я иной раз задавался ими. Тронутое вниманием этих людей сердце мое раскрывалось безотчетно, особенно перед Дастье, более откровенный характер которого очень мне нравился. Я даже вступил с ним в переписку, и когда я захотел напечатать письма с горы, мне пришло в голову обратиться к нему, чтобы обмануть тех, кто ждал пакета с моей рукописью на пути в Голландию. Он много толковал мне, может быть, с определенной целью, о свободе печати в Авеньоне и предложил мне свои услуги на случай, если я захочу что-нибудь опубликовать там. Авеньон, город на юге Франции, со второй половины XIV века и до первой французской буржуазной революции принадлежал римскому папе, а потому был изъят из сферы действия французских законов. Я обрадовался этому предложению и постепенно переправил ему по почте первые свои тетради. Продержав их у себя довольно долго, он прислал мне их обратно с сообщением, что ни один книгоиздатель не решается их напечатать. И я был вынужден вернуться к Рею, предусмотрительно высылая ему свои тетради не иначе, как одну за другой, и выпускал из рук следующую, не прежде, чем получал известие о прибытии предыдущей. Я узнал, что до выхода в свет моего сочинения его видели в кабинетах министров, и до Шарни из Навшотеля говорил мне о книге «Человек с горы», о которой Гольбах сказал, что она моя. Я уверил его, как это и было в действительности, что никогда не писал книги с таким названием. Когда письма появились, он пришел в бешенство и обвинял меня во лжи, хотя я не сказал ему ничего, кроме правды. Вот каким образом я получил уверенность, что моя рукопись стала известной. Убежденный в преданности Рея, я был вынужден направить свои догадки по другому руслу, и все больше останавливался на мысли, что мои пакеты вскрывались на почте. Около того же времени у меня завязалось еще знакомство, но сначала только путем переписки, с некием Лалье из Нима. Он написал мне из Парижа, прося прислать ему мой силуэт, сделанный в профиль. По его словам, это было нужно ему, чтобы изваять из мрамора мой бюст, который он заказал Лемуану для своей библиотеки. Если это была лесть, придуманная для того, чтобы задобрить, приручить меня, она удалась как нельзя лучше. Я подумал, что человек, желающий поставить мой мраморный бюст у себя в библиотеке, напитан моими произведениями, а значит, и моими взглядами, и любит меня, потому что душа его созвучна моей душе. Как могла бы такая мысль не соблазнить меня? Впоследствии я встретился с господином Лальё. Я увидел, что он охвачен рвением оказывать мне как можно больше мелких услуг и как можно больше вмешиваться в мои дела. Но сомневаюсь, чтобы хоть одно моё сочинение было в числе тех немногих книг, которые он прочёл в своей жизни. Не знаю, есть ли у него библиотека и нуждается ли он в чём-либо подобном. Что же касается бюста, то он удовлетворился плохим глиняным слепком, сделанным лемуаном, и велел выгравировать с него отвратительный портрет, который всё-таки считается моим, как будто имеет со мной какое-нибудь сходство. Единственным французом, посещавшим меня, как мне казалось, из интереса ко мне и к моим произведениям, был молодой офицер лимузенского полка Сегье де Сен-Брессон, который блистал, а может быть и теперь ещё блистает в Париже и в свете довольно приятными талантами и претензией на остроумие. Он приехал ко мне в Монмурансе в зиму, предшествовавшую моей катастрофе. Он понравился мне живостью чувств. Впоследствии я получил от него в мытье письмо. И потому ли, что он хотел мне польстить, или ему в самом деле вскружил голову Эмиль, только он сообщил, что оставляет службу, чтобы жить независимо, и изучает столярное ремесло. У него был старший брат, капитан того же полка. И на этого брата изливалась вся любовь матери, которая, будучи чрезмерно богомольной и подпав под влияние какого-то ханжи аббата, очень дурно поступала по отношению к младшему, обвиняя его в неверии и даже в смертном грехе общения со мной. Эти ссоры побудили его порвать с матерью и устроиться так, как я сказал выше, все для того, чтобы сделаться маленьким Эмилем. Испуганный такой стремительностью, я поспешил написать ему, чтобы заставить его отказаться от этого решения и вложил в свои доводы всю доступную мне силу убеждения. Они возымели действие. Он вспомнил свои обязанности по отношению к матери и взял обратно прошение об отставке, которому полковник имел благоразумие не давать никакого хода, чтобы Сен-Брессон мог хорошенько обдумать свой шаг на досуге. Излечившись от этого безумия, он впал в другое, менее странное, но тоже не понравившееся мне. Сделался писателем. Он выпустил одну за другой две или три брошюры, обнаружившие некоторый талант. Но я не могу себя упрекнуть, что расточал ему особенные похвалы, которые поощряли бы дальнейшие его шаги на этом поприще. Несколько времени спустя он навестил меня, и мы совершили вместе паломничество на остров Сен-Пьер. По пути он держался как-то иначе, чем в Монмурансе. В нем было что-то неестественное. Сначала это не очень коробило меня, но впоследствии не раз приходило мне на память. Он посетил меня еще раз в гостинице Сен-Симон, когда я был в Париже проездом по дороге в Англию. Тут я узнал то, о чем он не говорил мне, что он вращается в высшем свете и довольно часто видит герцогиню Люксембургскую. Он не подавал никаких признаков жизни, когда я был в три и ничего не сообщал мне через свою родственницу мадемуазель Сегье, которая была моей соседкой, но, думается, никогда не была особенно расположена ко мне. Одним словом, увлечение Де Сен-Брессоном вдруг кончилось, как и отношение с Де Феном. Но последнее ничем не был мне обязан, а тот был в долгу передо мною, если только глупость, которую я помешал ему сделать, не была лишь игрой с его стороны, что, в сущности, легко могло быть. Столько же и даже еще больше бывало у меня гостей из Женевы. Де Люки, отец и сын, поочередно выбирали меня в сиделке у своей постели. Отец заболел в дороге, сын уже был болен, уезжая из Женевы. Оба приехали ко мне выздоравливать. Из Женевы и Швейцарии являлись пасторы, родственники, ханжи, всякого рода проходимцы, не для того, чтобы восхищаться мною или высмеивать меня, как посетители из Франции, а чтобы бронить и поучать. Единственное, кто мне был приятен, это Мульту, приехавший ко мне на три или четыре дня. Я охотно удержал бы его подольше. Самый настойчивый из них, упорствовавший больше всех и одолевший меня своей назойливостью, был некий Девернуа, женевский купец, французский эмигрант и родственник невшательского главного прокурора. Этот Девернуа приезжал два раза в год из Женевы в Мутье только для того, чтобы повидаться со мной, проводил со мной несколько дней подряд с утра до вечера, принимая участие в моих прогулках, привозил мне тысячу маленьких подарков, втирался помимо моей воли ко мне в доверие, вмешивался во все мои дела, несмотря на то, что между нами не было ничего общего ни в мыслях, ни в склонностях, ни в чувствах, ни в знаниях. Сомневаюсь, чтобы за всю свою жизнь он прочел до конца хоть какую-нибудь серьезную книгу или хотя бы подозревал, о чем трактуют мои сочинения. Когда я начал собирать гербарий, он стал следовать за мной в моих ботанических экскурсиях, не испытывая влечения к этой забаве, не зная, о чем со мной говорить, да и мне нечего было сказать ему. У него даже хватило мужества провести целых три дня наедине со мной в трактире в Гумуане, откуда я рассчитывал выжать его, наскучив ему и дав ему понять, как он надоел мне. Но, несмотря на все это, я не мог ни преодолеть его невероятного упорства, ни распознать причину последнего. Гумуань, швейцарское селение в кантоне Во. Среди всех этих знакомств, завязанных и поддерживаемых мною только по необходимости, не могу не упомянуть единственное, которое было мне приятно и в котором я был искренне и сердечно заинтересован. Я говорю о молодом Венгрии, переселившемся в Нефшотель, а потом в Мутье, через несколько месяцев после того, как я сам там устроился. В этой местности его звали бароном Сотерном, фамилия, под которой он был рекомендован из Цюриха. Он был высокого роста и хорошо сложен, имел приятную наружность, отличался обаятельным и милым обхождением. Он говорил всем и дал понять мне самому, что приехал в Нефшотель только ради меня и для того, чтобы в общении со мной научиться служить добродетели. Его лицо, тон, манеры, казалось мне, согласуются с его речами. И я считал бы, что пренебрег одной из величайших своих обязанностей, если бы выпроводил молодого человека, производившего такое приятное впечатление и искавшего моего общества ради такой достойной цели. Сердце мое не умеет отдаваться наполовину. Скоро этому юноше принадлежала вся моя дружба, все мое доверие. Мы стали неразлучны. Он участвовал во всех моих прогулках пешком, и это ему нравилось. Я свел его к милорду маршалу, и тот очень обласкал его. Сотерн не мог еще выражать свои мысли по-французски. Он говорил со мной и писал мне только по-латыни. Я отвечал ему по-французски, и это смешение двух языков не уменьшало ни легкости, ни полнейшей живости наших бесед. Он рассказывал мне о своей семье, о своих делах, приключениях, о Венском дворе, о котором он, видимо, знал немало интимных подробностей, словом, в течение почти двух лет, проведенных нами в самой тесной близости, я наблюдал в нем при всех обстоятельствах мягкость характера и не только честность, но даже душевное изящество и большую внутреннюю чистоту, чрезвычайную благопристойность в речах, наконец, все признаки человека благородного. И он не только внушал мне глубокое уважение к себе, но и стал мне дорог. В самый разгар моей дружбы с ним Девернуа написал мне из Женевы, чтоб я остерегался поселившегося близ меня молодого венгра, так как уверяют, что это шпион, приставленный ко мне французским правительством. это сообщение могло тем более встревожить меня, что в местности, где я жил, все предупреждали меня о необходимости быть настороже, о том, что за мной следят, и что существует намерение завлечь меня на французскую территорию, чтобы расправиться там со мной. Желая раз навсегда заткнуть рот этим неуместным советчикам, я предложил Сотерну, ни о чем не предупреждая его, совершить прогулку пешком в Понтерлье. Он согласился. Понтерлье, французский город возле швейцарской границы. Когда мы оказались в Понтерлье, я дал ему прочесть письмо де Вернуа, а потом, горячо поцеловав его, сказал, Сотерн не нуждается в доказательствах моего доверия к нему, но публика должна узнать, что я имел для этого основания. Поцелуй был очень нежен. Это было одно из тех наслаждений души, которого преследователи не могут ни сами испытать, ни лишить его своих жертв. Я никогда не поверю, чтобы Сотерн был шпионом или предал меня. Но он меня обманул. В то время, как я изливал ему свое сердце без размышлений, он имел твердость постоянно закрывать от меня свое и вводил меня в заблуждение, прибегая ко лжи. Он сплел мне какую-то историю, заставившую меня думать, что он необходим у себя на родине. Я умолял его ехать как можно скорее, он уехал. Я думал, что он в Венгрии, но узнал, что он в Страсбурге. Он был там уже не в первый раз. Он расстроил там одну семью. Муж, зная, что я встречаюсь с ним, написал мне, я приложил все усилия, чтобы вернуть молодую женщину к добродетели, а Сотерна к сознанию долга. В то время, как я думал, что они разошлись, они сблизились, и муж был даже настолько снисходителен, что опять принял молодого человека к себе в дом. После этого мне нечего было больше сказать. Я узнал, что мнимый барон опутал меня целой сетью лжи. Фамилия его была не Сотерн, а Саутерсхайм. Что касается баронского титула, приписанного ему в Швейцарии, я не мог упрекать его за это, так как он никогда им не пользовался. Но я не сомневаюсь, что он был на самом деле дворянин. Милорд Маршал, умевший разбираться в людях и в свое время побывавший у него на родине, всегда считал его дворянином и обращался с ним как с таковым. Как только он уехал, служанка трактира, где он столовался, живя в мутье, объявила, что беременна от него. Это была такая грязная потаскуха, а Сотерн, всюду уважаемый и почитаемый в том краю за свое поведение и высокую нравственность, придавал такое значение чистоте, что ее бесстыдство всех возмутило. Самые привлекательные тамошние женщины, напрасно расточавшие ему свои любезности, пришли в ярость. Я был вне себя от негодования. Я приложил все усилия, чтобы заставить замолчать эту негодницу. Предложил оплатить все издержки и поручился за Саутерсхайма. Я написал ему, глубоко уверенный не только в том, что эта беременность не имеет к нему никакого отношения, но что она выдумана, и все это только козни его и моих врагов. Я хотел, чтобы он вернулся и уличил мошенницу и тех, кто подучил ее. Меня поразила уклончивость его ответа. Он написал пастору, в приходе которого жила потаскуха и, так сказать, замял дело. Видя это, я перестал вмешиваться, очень удивленный, что такой распутник мог до того владеть собой, что вводил меня в заблуждение своей сдержанностью при самой тесной дружбе. Из Страсбурга Саутерсхайм направился в Париж искать счастье, но нашел там одну нищету. Он написал мне, признаваясь в своем прегрешении. Воспоминания о нашей прежней дружбе взволновало меня до глубины души, я послал ему немного денег. На следующий год, находясь проездом в Париже, я снова увидел его, почти в таком же положении, но в большой дружбе с господином Лальо. Причем так и не мог узнать, откуда у него это знакомство и старое оно или новое. Два года спустя Саутерсхайм вернулся в Страсбург, откуда написал мне и там же умер. Вот краткая история наших отношений и все, что мне известно из его приключений. Но оплакивая судьбу этого несчастного молодого человека, я никогда не перестану думать, что он был хорошего происхождения и что вся его беспорядочность была следствием условий, в которые он попал. Таковы были мои приобретения в мутье в смысле связей и знакомств. Не такие были бы нужны мне люди, чтобы возместить горькие утраты, постигшие меня в это время. Первой утратой была смерть герцога Люксембургского. Долгое время терзаемый врачами, он наконец сделался их жертвой. Они не хотели признать его подагры, а действовали так, как будто это была болезнь, которую они умеют лечить. Если можно положиться в данном случае на сообщение, сделанное мне доверенным супруге маршала Ларошем, то именно на основании этого примера жестокого и поучительного следует оплакивать несчастье великих мира всего. Утрата этого доброго вельможи была для меня тем чувствительней, что он был моим единственным настоящим другом во Франции, а доброта его была такова, что заставило меня совсем забыть его высокое положение и привязаться к нему как к равному. Наша связь с моим отъездом не прекратилась, и он продолжал писать мне как прежде, однако мне показалось, что разлука или мое несчастье охладили его чувства. Трудно придворному сохранить прежнюю привязанность к человеку, попавшему в немилость у властей. К тому же я полагал, что большое влияние, оказываемое на него супругой, было неблагоприятно для меня, и она воспользовалась моим отсутствием, чтобы повредить мне в его глазах. Что до нее, то, несмотря на некоторые подчеркнутые и все более редкие проявления благосклонности, она с каждым днем все менее скрывала, что переменилась ко мне. она написала мне три или четыре раза в Швейцарию, в разное время, после чего совсем перестала писать, и нужно было все мое пристрастие, все доверие, все ослепление, в котором я еще находился, чтобы не замечать в ней нечто большее, чем охлаждение ко мне. Книга издатель Ги компаньон Дюшена после моего отъезда, часто посещавший Люксембургский дворец, написал мне, что я упомянут в завещании маршала. Это было вполне естественно и правдоподобно, и я в этом не сомневался. Известие это заставило меня задуматься над тем, как поступить. Взвесив все, я решил принять наследство, в чем бы оно ни заключалось, из уважения к порядочному человеку, который, будучи по своему рангу малодоступным для дружбы, был связан со мной настоящей дружбой. Я был освобожден от этой обязанности, потому что больше не слыхал о наследстве, действительном или мнимом. По правде говоря, мне было бы больно нарушить одно из величайших своих нравственных правил и чем-то поживиться после смерти дорогого мне человека. Во время последней болезни нашего друга Мюссара, Ленье предложил мне воспользоваться тем, что он, видимо, тронут нашим уходом за ним, и внушить ему кое-какие распоряжения в нашу пользу. Ах, дорогой Ленье, ответил я, не будем осквернять мыслями о выгоде, печальный, но священный долг, исполняемый нами по отношению к умирающему другу. Надеюсь, что я никогда не буду упомянут ни в чьем завещании, и во всяком случае в завещании кого-либо из моих друзей. Около того же времени милорд маршал заговорил со мной о своем завещании и о намерении упомянуть меня в нем, и я ему ответил так, как сказал в первой части моей исповеди. Второй утратой, еще более чувствительной и гораздо более невозместимой, была смерть лучшей из женщин и матерей. Уже обремененная годами, недугами и несчастьями, она покинула эту долину скорби и слез для обители праведных, где отрадные воспоминания о добре, совершенном здесь, является вечной наградой. Иди, кроткая и благородная душа, к Фенелону, Берне, Котина и всем, кто в еще более смиренной доле, подобно им, открывал сердце истинному милосердию. Иди наслаждаться плодами добрых дел твоих и приготовь своему воспитаннику место, которое он надеется когда-нибудь занять подле тебя. Берне, женевский епископ, содействовавший переходу госпожи Деваранс из протестантской религии в католическую. Ты счастлива в своих несчастьях тем, что небо, положив им предел, уберегло тебя от их жестокого зрелища. Боясь опечалить ее сердце повестью о первых своих бедствиях, я ничего не писал ей со своего приезда в Швейцарию. Но я написал господину Деконзье, чтобы узнать о ней. И он сообщил мне, что она перестала утешать страждущих и страдать сама. Скоро перестану страдать и я. Но если б я не верил, что встречусь с нею в иной жизни, мое слабое воображение не могло бы представить себе там того полного счастья, о каком я мечтаю. Моей третьей и последней утратой, потому что у меня уже не осталось друзей, которых я мог бы потерять, была утрата милорда маршала. Он не умер, но, устав служить неблагодарным, покинул Невшотель. И с тех пор я больше его не видел. Он жив и, надеюсь, переживет меня. Он жив, и поэтому не все мои привязанности порваны на свете. Существует еще человек, достойный моей дружбы. Истинная цена дружбы определяется более тем чувством, какое испытываешь, нежели тем, какое вызываешь. Но я потерял ту отраду, которую давала мне его дружба, и могу числить его только среди тех, кого я еще люблю, но с которыми уже не связан. Он уехал в Англию, чтобы получить прощение короля и выкупить свои конфискованные имения. Расставаясь, мы строили планы новой встречи, и они, по-видимому, были так же приятны ему, как и мне. Он хотел поселиться в своем замке Кейт-Холл возле Абердина, и я должен был отправиться туда, к нему. Но мечты эти были слишком для меня привлекательны, чтобы я мог надеяться на их осуществление. Абердин, портовый город в Шотландии, на берегу Северного моря. Милорд не остался в Шотландии. Настоятельные просьбы прусского короля вернули его в Берлин, и скоро будет видно, что помешало мне туда к нему поехать. Перед своим отъездом, предвидя бурю, которую уже начинали подымать против меня, он по собственному почину прислал мне грамоту о натурализации, что, казалось, должно было послужить мне надежной защитой от опасности быть изгнанным из страны. Община Куве Вальде Травери последовала примеру губернатора и выдала мне грамоту о принятии в члены общины бесплатную, как и та. Так, став во всех отношениях гражданином этой страны, я был гарантирован от всяких попыток изгнать меня на основании закона, даже со стороны государя. Но ведь незаконными путями преследует того, кто больше всех уважает законы. Не думаю, что я должен причислять к своим утратам, относящимся к тому времени, смерть аббата мобли. Прожив некоторое время у его брата, я завязал кое-какие отношения с ним, но они никогда не были особенно тесными. И у меня есть основания полагать, что характер его чувства ко мне изменился с тех пор, как я стал более знаменит, чем он. Но только после опубликования писем с горы я натолкнулся на первое проявление его вражды ко мне. В Женеве получил распространение письмо к госпоже Саладен, приписываемое ему, в котором он отзывался о моем сочинении как о мятежных воплях разнузданного демагога. Мое уважение к аббату мобли и высокая оценка его просвещенности не позволили мне ни на минуту поверить, чтобы это странное письмо принадлежало ему. Я поступил в этом случае так, как мне подсказала моя прямота. Я послал ему копию этого письма и сообщил, кого считают его автором. Он ничего мне не ответил. Это молчание удивило меня, но каково же было мое изумление, когда госпожа де Шенонсо сообщила мне, что это письмо действительно принадлежит аббату, а мое поставило его в большое затруднение. Ведь если даже предположить, что он прав, как мог он оправдать свое резкое и публичное выступление, сделанное с легким сердцем, не по обязанности, без нужды, с единственной целью обрушиться на глубоко несчастного человека, никогда ни в чем не провинившегося перед ним и которому он всегда выказывал расположение? Несколько времени спустя появились диалоги Факеона, представлявшие безудержную и бесстыдную компиляцию из моих сочинений. Диалоги Факеона сочинения Мобли 1763 год точное заглавие беседы Факеона об отношении нравственности к политике. Мобли излагает здесь свои общественные взгляды под видом перевода несуществующей греческой рукописи афинского оратора и политического деятеля IV века до н.э. Факеона. Источник законности в государстве Мобли видит в добродетели граждан и их готовности жертвовать личными интересами для Родины. Я убедился при чтении этой книги что автор составил себе план действий относительно меня и что отныне у меня не будет более лютого врага. По-видимому он не простил мне ни общественного договора который был ему ни по плечу ни вечного мира и желал чтобы я изложил сочинение Аббата де Сен-Пьера видимо лишь в расчете на то что я не справлюсь с этим так удачно. Чем больше продвигаюсь я вперед в своих рассказах тем менее могу вносить в них порядка и последовательности. Тревоги моей дальнейшей жизни не дали времени впечатлением от событий устояться у меня в голове. События эти были слишком многочисленны слишком запутаны слишком неприятны чтобы их можно было излагать последовательно. Единственное и отчетливое впечатление оставшееся у меня от них это впечатление чудовищной тайны скрывающей их причину и плачевного состояния в какое они привели меня. Свой рассказ я могу увести только на удачу по мере того как воспоминания будут возникать у меня в уме. Помню что в то время о котором идет речь поглощенной своей исповедью я неосторожно говорил всем о ней даже не воображая чтобы кто-нибудь имел интерес желание или власть воспрепятствовать этому предприятию. Если б даже я поверил этому я не стал бы от этого сдержанней так как по самой природе своей не способен таить свои чувства и мысли. Слух о моей исповеди поскольку я могу судить и был настоящей причиной бури поднятой против меня с целью выжить из Швейцарии и передать в руки тех кто помешал бы мне осуществить мое намерение. У меня был и другой план и те кто боялся первого отнеслись бы к нему вероятно не более благосклонно. Я задумал издать полное собрание своих сочинений. Издание это казалось мне необходимым для того чтобы засвидетельствовать какие именно книги из числа распространяемых под моим именем действительно мои и дать публике возможность отличить их от тех псевдонимных сочинений которые мои друзья приписывали мне чтобы опорочить и унизить меня. Кроме того это издание было для меня способом обеспечить себе кусок хлеба простым честным и при том единственным поскольку отказавшись от писания книг и не имея возможности выпустить свои записки при жизни не зарабатывая ни одного су никаким другим способом и только тратя я видел что мои средства иссякают вместе с доходом от моих последних сочинений это обстоятельство заставило меня ускорить издание моего музыкального словаря еще не обработанного я выручил за него сто луидоров наличными и сто экю пожизненной ренты но и сто луидором должен был скоро прийти конец при годовом расходе превышающем шестьдесят луидоров а рента в сто экю была все равно что ничего для человека на которого разные проходимцы и бездельники налетали как скворцы для полного издания моих сочинений образовалась компания нефшательских коммерсантов один леонский владелец типографии или книготорговец по фамилии Регия не знаю каким образом втерся к ним чтобы ею руководить соглашение было заключено на материальной основе приемлемой и достаточной для моей цели считая мои напечатанные и рукописные произведения у меня было чем заполнить шесть томов инкварто кроме того я взялся наблюдать за изданием за все это они должны были выплачивать мне пожизненно 1600 французских ливров в год и выдать единовременно 1000 экю договор был заключен но еще не подписан когда появились письма с горы страшный взрыв негодования против этого адского произведения и против его ненавистного автора привел компанию в смятение и предприятие распалось я сравнил бы действие этого сочинения с действием письма о французской музыке если б то письмо навлекше на меня ненависть и подвергнув опасности не сохранило мне по крайней мере уважения и почета а после этого сочинения в Женеве и в Версале словно были удивлены что чудовищу подобному мне позволяют еще дышать малый совет подстрекаемый французским резидентом и руководимый главным прокурором издал по этому поводу постановление в котором клеймя его самым ужасным образом объявлял его даже недостойным сожжение рукой палача и с изворотливостью нелишенный шутовского привкуса прибавлял что не обесчестив себя нельзя не отвечать на него ни даже упоминать о нем я с удовольствием привел бы здесь этот курьезный документ но к сожалению у меня его нет и я не помню из него ни слова я страстно желаю чтобы кто-либо из моих читателей одушевленный стремлением к правде и справедливости решился прочесть целиком письма с горы он заметит господствующую в этом сочинении смею сказать стоическую сдержанность несмотря на тяжелые и жестокие оскорбления которыми без стеснения осыпали автора но не имея возможности не ответить бранью ибо я воздержался от нее не опровергнуть мои доводы ибо они были неоспоримы мои противники решили совсем не отвечать якобы от чрезмерного возмущения и действительно если они принимали неопровержимые доводы за брань им приходилось считать себя сильно обиженными представители не только не заявили по поводу этой отвратительной декларации никакой жалобы но пошли по начертанному ею пути вместо того чтобы сделать письма с горы своим оружием они притаились чтобы воспользоваться ими как щитом из трусости они не смели воздать ни почестей ни справедливости этому сочинению написанному в их защиту и по их настояниям не смели цитировать и даже упоминать его хотя в тихомолку черпали из него все свои доводы и в точности последовали совету которым оно заканчивалось что оказалось единственной причиной их спасения и победы они возложили на меня обязанность заступника я ее выполнил я до конца послужил родине в их интересах я просил их забыть обо мне и думать в своих распрях только о себе они поймали меня на слове и я больше не вмешивался в их дела только беспрестанно призывал их к миру в уверенности что если они станут упорствовать то будут раздавлены францией этого не произошло и я понимаю в чем причина но здесь не место говорить о ней письма с горы сначала были встреченные в Невшателе очень мирно я послал экземпляр их де Монмолену он отнесся к книге хорошо и прочел ее без возражений он был болен так же как и я поправившись он подружески навестил меня и ни о чем мне не говорил между тем подымался шум где-то книгу сожгли из Женевы из Берна и быть может из Версаля очаг негодования скоро перекинулся в Невшатель и особенно в Валь-де-Травер где еще прежде чем произошло сколько-нибудь заметное движение в духовенстве начали при помощи тайных происков подстрекать народ смею сказать народ должен был любить меня в этой стране как любил во всех странах где я жил потому что я раздавал милостыню щедрой рукой не оставляя без поддержки ни одного неимущего вокруг себя не отказывая никому ни в какой услуге доступной мне и законной обращался со всеми быть может даже слишком запросто и всегда избегал всяких отличий которые могли вызвать зависть все это не помешало тому что чернь не знаю кем тайно подстрекаемая против меня мало по малу дошла до ярости стало публично оскорблять меня среди бела дня не только в деревнях но и на дорогах но и на людных улицах те кому я сделал больше всего добра набрасывались на меня с особенным остервенением и люди которым я продолжал благодетельствовать не смея выступать открыто возбуждали других как будто желая таким образом отомстить за унижение быть мне обязанными Монмолен словно ничего не замечал и все не показывался но так как приближалось время причастия он пришел ко мне и посоветовал не являться впрочем уверяя что он ничего не имеет против меня и оставит меня в покое эта любезность показалась мне довольно своеобразной она напомнила мне о письме госпожи де буфле и я не мог понять кому это так важно буду я причащаться или нет так как подобная уступчивость с моей стороны казалась мне трусостью и к тому же я не хотел дать народу новый повод вопить против нечестивца я я наотрез отказался от предложения священника он ушел недовольный дав мне понять что я пожалею об этом лишить лишить меня причастия своей властью он не мог требовалось запрещение консистории принявшей меня и до тех пор пока она не протестовала я мог явиться смело не боясь отказа монмолен добился у духовенства поручения просить консисторию затребовать у меня объяснений по вопросам веры и в случае моего отказа дать их отлучить меня отлучение это точно так же не могло быть осуществлено никем кроме консистории и иначе как большинством голосов но крестьяне составлявшие под названием старейшин это собрание возглавляемое и как нетрудно догадаться руководимое этим священником естественно не могли разойтись с ним во мнении особенно в вопросах богословских в которых они разбирались еще меньше чем он и вот я был вызван и решил явиться каким счастливым обстоятельством и каким триумфом было бы для меня если б я умел говорить и перо мое было бы так сказать у меня в устах с каким превосходством с какой легкостью я поверг бы наземь этого жалкого священнослужителя на глазах шести его приверженцев крестьян жажда господства заставила протестантское духовенство забыть принципы реформации и чтобы напомнить их и привести Монмолена к молчанию мне достаточно было прокомментировать свои первые письма с горы за которые он имел глупость хулить меня текст был у меня совсем готов надо было только развить его и мой противник был бы посрамлен и я не ограничился бы только обороной мне нетрудно было бы перейти к нападению так что он даже не заметил бы этого и не мог защищаться столь же легкомысленные сколь и невежественные попы сами дали мне возможность наилучшую о какой я только мог мечтать уничтожить их как мне вздумается но вот беда надо было говорить и говорить тотчас же находить в нужный момент мысли обороты слова неизменно сохранять присутствие духа хладнокровия ни разу не смешаться ни на минуту не смутиться но разве я мог ждать этого от себя я так ясно сознавал свое неумение высказываться экспромтом я был приведен к самому позорному молчанию в Женеве перед собранием расположенным целиком в мою пользу и уже готовым все одобрить здесь все было наоборот я имел дело с крючкотвором заменяющим знания коварством способным расставить мне тысячу ловушек прежде чем я замечу хоть одну и решившимся изловить меня во что бы то ни стало чем более вдумывался я в положение тем более оно казалось мне опасным и чувствуя невозможность успешно выпутаться из него я придумал другой выход я подготовил речь для произнесения в консистории чтобы сделать отвод ее составу и освободиться от необходимости отвечать это было очень легко я написал эту речь и с небывалым усердием принялся учить ее наизусть тереза смеялась надо мной слыша как я бормочу и беспрестанно повторяю одни и те же фразы стараясь вбить их себе в голову я надеялся что наконец произнесу свою речь я знал что королевский судья в качестве представителя короля будет присутствовать на заседании что несмотря на происки и на бутылки монмолена большинство старейшин весьма расположены в мою пользу за меня были разум истина справедливость покровительство короля авторитет государственного совета сочувствие всех добрых патриотов заинтересованных в назначении этого расследования все способствовало тому чтобы ободрить меня накануне назначенного дня я знал свою речь наизусть я повторял ее без ошибки всю ночь я перебирал ее у себя в голове утром я уже ничего не помнил я колеблюсь на каждом слове я уже представляю себя в высоком собрании я смущаюсь бормочу теряю голову наконец почти в самый момент ухода мужество окончательно покидает меня я остаюсь дома и решаю написать консистории приведя наспех причины меня удержавшие и ссылаясь на недуги которые и в самом деле при тогдашнем моем состоянии не позволили бы мне выдержать заседание до конца пастор поставленный в затруднении моим письмом отложил вопрос до другого заседания в промежутке он предпринял сам и через своих клевретов тысячу шагов чтобы соблазнить тех старейшин которые предпочитая следовать внушением своей совести а не его наставлением держались образа мыслей неблагоприятного для духовенства и для него самого но как неубедительно должны были действовать на этот сорт людей аргументы добытые им из винного погреба ему удалось склонить на свою сторону лишь двух или трех уже заранее ему преданных и как говорили продавших ему свою душу представитель короля и полковник пюри принявший горячее участие в этом деле поддержали в остальных сознание их долга и когда Монмулен заговорил об отлучении консистория большинством голосов воспротивилась тогда он обратился к последнему средству решил взбунтовать чернь он открыто приступил к делу вместе со своими клевретами и некоторыми другими лицами и действовал с таким успехом что несмотря на многократные и строгие рескрипты короля несмотря на все приказы государственного совета я оказался в конце концов вынужденным покинуть эту страну чтобы не подвергать представителя государя опасности самому быть убитым защищая меня у меня осталось такое смутное воспоминание обо всем этом деле что я не в состоянии внести какой бы то ни было порядок какой бы то ни было связь в мысли возникающие у меня по поводу него и могу только передавать события в том разбросанном и разрозненном виде в каком они всплывают в моем уме помню что с духовенством велись какие-то переговоры причем посредником был Монмолен он заявил будто существуют опасения как бы мои книги не нарушили спокойствие страны ибо ей поставят в вину предоставленную мне свободу писать он дал мне понять что если я обещаю оставить перо на прошлое будут смотреть сквозь пальцы я уже дал такое обещание самому себе и без колебаний дал его духовенству но только условно и только относительно вопросов религиозных Монмолен ухитрился получить от меня это обязательство в двух экземплярах потребовав некоторых изменений в тексте так как условие духовенством было отвергнуто я попросил свое обязательство обратно Монмолен вернул мне один экземпляр а второй оставил у себя заявив что потерял его после этого народ открыто подстрекаемый пасторами смеясь над рескриптами короля и приказами государственного совета закусил у дела меня громили с церковной кафедры называли антихристом и преследовали в деревне как оборотня моя армянская одежда служила черне опознавательным знаком я мучительно чувствовал это неудобство но снять ее при таких обстоятельствах казалось мне малодушием я не мог на это решиться и спокойно расхаживал в своем кафтане и меховой шапке не боясь гиконьи сволочи и камней иногда летевших в меня иногда проходя мимо того или иного дома я слышал как находившийся в нем говорил подайте ко мне ружье я пущу ему пулю вслед я не ускорял шага и это еще больше приводило их в ярость но они всегда ограничивались угрозами по крайней мере по части огнестрельного оружия во время этих волнений мне все же выпало два больших удовольствия очень мне дорогих первое то что я имел возможность через посредство милорда маршала отблагодарить за одну услугу все честные люди в невшателе возмущенные оскорблениями которым я подвергался и происками которых я был жертвой относились к пасторам с омерзением хорошо понимая что они подчиняются чужеземному влиянию и являются лишь приспешниками других людей которые скрываются за ними и заставляют их действовать вместо себя возникли опасения как бы пример со мной не послужил к установлению настоящей инквизиции судьи особенно господин Мирон сменившие Девернуа в должности главного прокурора делали все от них зависящее чтобы защитить меня полковник Пюри хоть и частное лицо сделал больше и с лучшим успехом это он нашел средство одолеть Монмоляна в его консистории удержав старейшин от нарушения долга пользуясь известным влиянием Пюри употребил его на то чтобы сдержать мятеж но авторитету денег и вина он мог противопоставить только авторитет закона справедливости и разума шансы были неравные и в этом пункте Монмолен восторжествовал над ним однако тронутый его заботами и усердием я хотел отплатить услугой за услугу и каким-нибудь образом расквитаться с ним я знал что он очень желал получить место государственного советника но повредив себе во мнении двора в связи с делом пастора Птепьера он был в немилости у короля и губернатора я все-таки рискнул написать о нем милорду маршалу я осмелился даже заговорить о должности которой пюри желал и так удачно что вопреки всем ожиданиям она была почти тотчас же пожалована ему королем так судьба всегда оставившая меня одновременно слишком высоко и слишком низко продолжала кидать меня из одной крайности в другую и в то время как чернь забрасывала меня грязью я назначал государственного советника другим большим удовольствием было для меня посещение госпожи де Верделен с дочерью которую она взяла с собой на воды в Бурбон Бурбон курорт в северной Франции с горячими источниками оттуда она приехала в Мутье и прогостила у меня два-три дня своим вниманием и заботами она преодолела наконец мою давнишнюю антипатию и сердце мое покоренное ее ласками заплатила ей дружбой за дружбу так долго мне выказываемую я был тронут этим приездом особенно при обстоятельствах в каких находился для поддержания мужества мне так нужны были утешения дружбы я опасался как бы оскорбления наносимые мне чернью не огорчили ее и хотел скрыть от нее их зрелище чтобы избавить ее от сердечного сокрушения однако это оказалось невозможным хотя ее присутствие несколько сдерживало наглецов но во время наших прогулок ей пришлось увидеть достаточно чтобы иметь представление о том что происходит в другое время случилось даже так что именно в период ее пребывания начались ночные нападения на меня в моем собственном жилище однажды утром ее горничная обнаружила на моем окне множество камней которые в него бросали ночью очень массивная скамья стоявшая на улице возле моей двери и хорошо прикрепленная была сорвана перенесена и прислонена стоймя к двери так что если бы ее не заметили первый кто выходя открыл бы наружную дверь был бы убит на месте госпожа де верделен знала все что происходит так как помимо того что видела она сама ее слуга человек надежный завел многочисленные знакомства в деревне со всеми там разговаривал и его даже видели беседующим с монмуленом однако она как будто не обращала никакого внимания на все что со мной происходило не спрашивала меня ни о монмулене ни о ком другом и скупо отвечала на то что я иногда говорил ей об этом но видимо убежденная что пребывание в Англии подойдет мне больше всего она зато много рассказывала мне о юме находившемся тогда в Париже о его расположении ко мне о его желании быть мне полезным у себя на родине пора сказать несколько слов о господине юме он получил большую известность во Франции особенно среди энциклопедистов своими трактатами о торговле и политике а в последнее время своей историей дома стюартов единственном его сочинении из которого я кое-что прочел в переводе Аббата Прево английский философ Юм в своих работах по экономике выступал сторонником свободы торговли проповедником меркантилизма под историей дома стюартов руссо подразумевает историю Англии Юма тома 1 и 2 появившиеся в 1754 и 1756 годах в которых автор стоит на точке зрения тори консерваторов не читав других его сочинений я был убежден на основании рассказов о нем что у Юма душа подлинного республиканца несмотря на его чисто английские парадоксы в защиту роскоши на основании этого я считал всю его апологию Карла Первого образцом беспристрастия и был такого же высокого мнения о его добродетеле как и о таланте желание познакомиться с этим необыкновенным человеком и подружиться с ним сильно увеличивало для меня соблазн отправиться в Англию поддавшись уговорам госпожи де Буфле близкой приятельницы Юма прибыв в Швейцарию я получил от него через посредство этой дамы чрезвычайно лестное письмо в котором он к величайшим похвалам моему таланту присоединял настойчивое приглашение приехать в Англию и обещал воспользоваться всем своим влиянием и влиянием всех своих друзей чтобы сделать мне пребывание там приятным милорд маршал соотечественник и друг Юма подтвердил мне все хорошее что я о нем думал и даже рассказал о нем случаи из литературной жизни сильно поразившей маршала так же как меня Уоллес выступавший против Юма по вопросу о народонаселении древних стран был в отсутствии когда опечаталось его сочинение Юм взял на себя просмотр корректур и наблюдение за изданием такой образ действий был в моем духе ведь и я распространял по шесть суза экземпляр песенку сложенную против меня и так у меня были всяческие основания относиться к Юму с симпатией когда госпожа де Верделен начала горячо толковать о его дружбе ко мне и о его готовности оказать мне гостеприимство в Англии именно так она выразилась она настойчиво уговаривала меня воспользоваться этим расположением и написать господину Юм так как Англия мне не особенно нравилась и я хотел остановить свой выбор на ней только в крайнем случае я отказался писать и давать обещания но предоставил ей делать все что она найдет уместным чтобы поддержать добрые отношения ко мне господина Юма покидая Матье она оставляла меня в уверенности после всего сказанного ею об этом знаменитом человеке что он принадлежит к моим друзьям и что она сама еще больший мой друг после ее отъезда Монмолен усилил свои происки и чернь закусила у дела я я продолжал спокойно прогуливаться среди гиканья а любовь к ботанике пробудившаяся у меня в общении с доктором де вернуа придавала новый интерес моим прогулкам я бродил по окрестностям собирая растения и не волновался из-за криков всей этой сволочи которую такое хладнокровие только бесило более всего удручало меня то обстоятельство что семьи моих друзей или тех кто называл себя так довольно открыто примыкали к союзу преследователей это несчастье началось с самого начала моего пребывания в Эвердене когда знаменный владетель Роген через год или два после моего отъезда из этого города умер старый папаша Роген имел порядочность с горечью сообщить мне что в бумагах его родственника обнаружены доказательства его участия в заговоре имевшем целью изгнать меня из Эвердена и государства Берна знаменный владетель средневековый титул помещика имевшего право вести под собственным знаменем вооруженный отряд с которым обязан был являться по вызову вышестоящего феодала это обстоятельство чрезвычайно ясно доказывает что заговор этот не был как это утверждали делом ханжей поскольку знаменный владетель Роген не только не был набожен но доходил в своем материализме и неверии до нетерпимости и фанатизма впрочем никто в вердене так не занимался мной не расточал мне столько ласк похвалы лесте как означенный знаменный владетель Роген он строго следовал замыслу взлелеенному моими преследователями примечание Руссо так поступали например семейство де вернуа не исключая даже отца и брата моей Изабеллы затем Буа де ле Тур родственник моей приятельницы у которой я жил и госпожа Жерардье ее невестка этот Пьер Буа был такой мужлан такой тупица и держался так грубо что для того чтобы не сердиться я позволил себе высмеять его и составил в духе маленького пророка брошюру в несколько страниц озаглавленную видение горного отшельника Петра по прозванию Ясновидящий Остроумные пародии Руссо 1765 год на многочисленные сочинения о чудесах святых распространяемые церковью В этой брошюре мне удалось сделать довольно забавный выпад против чудес составлявших тогда главный повод для моего преследования Дюпейру напечатал в Женеве этот пустяк имевший лишь посредственный успех Невшотельцы при всем своем уме не понимают оттической соли и шутки чуть она потоньше Несколько более тщательно написал я другое сочинение относящееся к тому же времени рукопись его найдут среди моих бумаг а о сюжете нужно здесь рассказать В самую бурю постановлений и преследований Женевцы особенно отличились крича изо всех сил караул и среди прочих мой друг Верн с поистине богословским великодушием выбрал как раз это время чтобы опубликовать против меня письма в которых утверждал что я не христианин Верн Женевский пастор поддерживал отношения с Вольтером и Руссо но разошелся с последним и опубликовал против него письма о христианстве Жан-Жака Руссо Письма эти написанные в крайне самодовольном тоне не были от этого лучше хотя шел слух что естествоиспытатель Бонне приложил к ним руку названный Бонне хоть и материалист тем не менее обнаруживает чрезвычайно нетерпимое правоверие как только заходит речь обо мне естествоиспытатель Бонне Шарль 1720 1790 1893 известный во времена Руссо швейцарский натуралист и философ конечно я не испытывал особого желания отвечать на это произведение но поскольку представился случай сказать о нем два слова в письмах с горы вставил туда довольно пренебрежительный краткий отзыв приведший верно в ярость он поднял бешеный крик на всю Женеву и Девернуа сообщил мне что он вне себя через некоторое время появился анонимный листок написанный словно водой из флегетона вместо чернил флегетон по древнегреческому мифу огненная река в царстве мертвых в этом послании меня обвиняли в том что я выбросил своих детей на улицу что я таскаю за собой солдатскую девку что я расстроил свое здоровье развратом что я сгнил от дурной болезни и в тому подобных прелестях мне нетрудно было узнать автора при чтении этого пасквиля я прежде всего подумал о том чего стоит так называемое доброе имя и репутация если можно назвать завсегдатаем борделей человека ни разу в жизни там не бывавшего самым большим недостатком которого является робость и застенчивость как у невинной девушки и если смеет утверждать что я гнию от дурной болезни тогда как я не только никогда не имел болезни этого рода но медики считали даже что я по самому своему устройству не могу заразиться ими тщательно взвесив все я нашел что не сумею лучше опровергнуть эту княжонку как напечатав ее в том городе где дольше всего жил и я послал ее Дюшену чтобы он издал ее без изменений с указанием авторства господина Верна и кое-какими примечаниями для освещения фактов не удовлетворившись опубликованием этого листка я послал его нескольким лицам в том числе принцу Людовику Вюртембергскому выказывавшему большую любезность по отношению ко мне и бывшему в то время со мной в переписке Людовик Вюртембергский герцог Вюртембергский 1731 1795 воспитывался при дворе Фридриха II служил в армии Людовика XV затем принимал участие в семилетней войне на стороне Австрии в 1762 году поселился в Лозанне и поддерживал отношения с Вольтером и Руссо вступил на Вюртембергский трон в 1793 году Этот принц Дюпейру и другие по-видимому сомневались что Верн был автором Пасквиля и порицали меня за то что я так легкомысленно назвал его их доводы заставили меня призадуматься и я написал Дюшену чтобы он уничтожил этот листок Ги сообщил мне что уничтожил его но не знаю сделал ли он это сколько раз я убеждался что он лжец и один лишний его обман не удивил бы меня с тех пор меня окутала такая глубокая тьма что мне невозможно сквозь нее различить истину Верн перенес это обвинение со сдержанностью более чем удивительной в человеке который его не заслуживал особенно после ярости проявленной им прежде он написал мне два или три очень обдуманных письма задавшись целью как мне показалось выяснить по моим ответам насколько я осведомлен и нет ли у меня каких-нибудь доказательств против него я послал ему два коротких сухих ответа резких по смыслу но без невежливых выражений и он не рассердился на третье письмо я уже не ответил видя что он хочет завязать нечто вроде переписки он заставил меня говорить через Девернуа госпожа Крамер написала Дюпейру что по твердому ее убеждению Верн не писал этого пасквиля все это ничуть не поколебало моей уверенности но так как я мог ошибаться и в таком случае обязан был дать Верну надлежащее удовлетворение я передал ему через Девернуа что сделаю это в желательной для него форме если он может указать мне настоящего автора книжонки или хоть доказать что не он написал ее я сделал больше хорошо понимая что в конце концов если он не виноват я не имею права требовать каких-либо доказательств я решил изложить в достаточно обстоятельной записке основания моей уверенности и представить их на рассмотрение третейского суда которого Верн не мог бы отвести Никто не отгадает кого я выбрал в суде Совет Женевы В конце своей записки я заявлял что если рассмотрев ее и произведя все те расследования какие совет найдет необходимым произвести имея полную возможность это сделать он решит что господин Верн не является автором Пасквиля я тотчас же искренне возьму свои слова обратно кинуть ему в ноги и буду просить у него прощения до тех пор пока не получу его смею сказать что никогда еще моя пламенная жажда справедливости никогда прямота великодушие моей натуры никогда моя вера во врожденную всем любовь к справедливости не проявлялись полнее очевидней чем в этой скромной и трогательной записке где я без колебаний брал самых непримиримых моих врагов в суде между мной и моим клеветником я прочел эту записку Дюпейру он нашел что нужно повременить и я так и сделал он посоветовал мне подождать обещанных верным доказательств я стал ждать их и жду до сих пор он посоветовал мне пока молчать я молчал и буду молчать до конца жизни и терпеть порицание за то что взвел наверное тяжкое ложное и бездоказательное обвинение хотя внутренне я остаюсь уверенным и убежденным как в собственном существовании в том что он автор пасквиля моя записка находится у дюпейру если она когда-нибудь увидит свет в ней найдут мои доводы и надеюсь тогда узнают душу Жан-Жака которую мои современники так мало стремились узнать пора перейти к моей катастрофе в Мотье и моему отъезду из Вальде Травера после двух с половиной лет пребывания там и восьми месяцев самого недостойного обращения со мной которое я сносил с редкой невозмутимостью я не в состоянии отчетливо вспомнить подробности этой неприятной эпохи но их можно найти в сообщении опубликованном Дюпейру о чем мне придется говорить впоследствии после отъезда госпожи де Верделен возбуждение усилилось и несмотря на повторные рескрипты короля несмотря на неоднократные приказы государственного совета несмотря на усилия королевского судьи повлиять на местных чиновников народ считая меня в самом деле антихристом и видя что все его вопли ни к чему не ведут пожелал наконец перейти к делу уже на дорогах камни начали падать подле меня но их пока еще бросали издалека и они не попадали в цель наконец в ночь под ярмарочный день в матье приходившийся в начале сентября я подвергся нападению в своем доме причем жизнь всех его обитателей была в опасности в полночь я услыхал сильный шум на галереи огибающий заднюю часть дома град камней кидаемых в окно и дверь выходящие на эту галерею посыпался на нее с таким грохотом что моя собака спавшая на галереи и поднявшая было лай от испуга замолчала забилась в угол и стала там грызть и царапать доски стремясь убежать я поднимаюсь на шум хочу выйти из своей комнаты в кухню как вдруг камень пущенный сильной рукой пролетел через кухню разбив в ней окно распахнул дверь в мою комнату и упал возле постели так что поднимись я одной секунды раньше он попал бы мне в живот я подумал что шум был поднят чтобы вызвать меня а камень бросили чтобы угостить меня при выходе бегу в кухню вижу терезу она тоже поднялась и вся дрожа спешила ко мне мы прислоняемся к стене в стороне от окна чтобы уклониться от камней и обсудить что нам делать выйти чтобы позвать на помощь значило рисковать быть убитыми к счастью служанка одного старика жившего подо мной поднялась на шум и побежала к королевскому судье помещавшемуся рядом с нами тот соскакивает с постели поспешно хватает халат и тотчас является со стражей совершавшей по случаю ярмарки ночной обход и оказавшейся поблизости разгром произвел на королевского судью такое ужасное впечатление что он побледнел и при виде камней усеявших галерею воскликнул господи да это каменоломня при осмотре нижнего этажа было обнаружено что высажена дверь в один дворик и что имела место попытка проникнуть в дом через галерею стали доискиваться почему стража не заметила беспорядка или не помешала ему было установлено что жители мытье настойчиво желали караулить в эту ночь вне очереди хотя должна была караулить другая деревня на другой день королевский судья послал донесение государственному совету а тот через два дня приказал расследовать дело обещав награду и соблюдение тайны тем кто укажет виновных он велел также поставить ночью за счет государя стражу к моему дому и к смежному с ним дому королевского судьи на другой день полковник пюри главный прокурор мерон королевский судья мартине сборщик подати генье казначей де вернуа и его отец словом все что было лучшего в той местности пришли ко мне и дружно принялись уговаривать чтобы я уступил буре и хоть на время выехал из прихода где мне невозможно жить в покое и почете я заметил даже что королевский судья испуганный яростью этого одержимого народа и опасаясь как бы она не направилась и на него был бы очень доволен если б я поскорее уехал чтоб ему не приходилось больше защищать меня и он сам мог бы уехать что он и сделал после моего отъезда я уступил и даже довольно легко так как зрелище народной ненависти нестерпимо раздирало мне сердце у меня был выбор убежища возвратившись в париж госпожа де верделен в нескольких письмах ко мне упоминала о некоем уольполе называя его милордом проникнутый как он уверял исключительным сочувствием ко мне он предлагал мне приют в одном из своих имений который госпожа де верделен описывала в самых привлекательных красках причем входило в подробности относительно помещения и питания доказывавшие до какой степени означенный милорд уольпол был занят вместе с ней этим проектом милорд маршалл постоянно советовал мне уехать в Англию или Шотландию и тоже предлагал приютить меня в одном из своих имений но он предлагал мне еще одно убежище соблазнявшее меня гораздо больше в Потсдаме возле него он он передал мне слова сказанные ему обо мне королем и представлявшие собой своего рода приглашение приехать туда герцогиня Саксонготская рассчитывая на это путешествие написала мне усиленно приглашая заехать к ней по дороге и некоторое время погостить у нее но я был так привязан к Швейцарии что не мог решиться покинуть ее до тех пор пока у меня будет возможность жить там и я воспользовался этим временем чтобы привести в исполнение план занимавший меня уже несколько месяцев я еще не говорил о нем здесь чтобы не прерывать нити повествования план мой заключался в том чтобы поселиться на острове Сен-Пьер составлявшем владение Бернской больницы и находящимся посередине Бьянского озера во время путешествия пешком которые я совершил вместе с Дю-Пейру предыдущим летом мы посетили этот остров я был очарован им и с тех пор не переставал думать как бы мне там обосноваться самое большое препятствие заключалось в том что остров принадлежал Бернсон которые за три года перед тем подло выгнали меня моя гордость страдала при мысли о том чтобы вернуться к людям так дурно меня принявшим кроме того у меня было основание думать что и теперь они не оставят меня в покое на этом острове как в ивердене я посоветовался с милордом маршалом и он полагая как и я что бернсы будут очень рады видеть меня заключенным на этом острове и держать меня там как заложника в ожидании произведений которые мне может быть захочется там написать поручил разведать их намерение на этот счет некоему господину стюрлеру прежнему своему соседу в Колумбье стюрлер обратился к властям на основании их ответа он уверял милорда маршала что бернсы стыдясь прежнего своего поведения не хотят ничего больше как видеть меня обосновавшимся на острове Сен-Пьер и оставят меня там в покое из сугубой предосторожности я прежде чем рискнуть отправиться туда на постоянное жительство поручил собрать сведения еще полковнику Шайе и он повторил мне то же самое после того как сборщик острова получил от своего начальства позволение устроить меня там я подумал что ничем не рискую остановившись у него с молчаливого согласия как властей так и собственников не мог же я рассчитывать чтобы господа из Берна открыто признали причиненную мне несправедливость и таким образом погрешили против самого нерушимого правила всех властителей остров Сен-Пьер называемый в Невшателе островом Ламотте расположен на Бьенском озере и имеет около полу-льея в окружности но на этом небольшом пространстве он дает все главные продукты первой необходимости там есть поля луга фруктовые сады леса виноградники местность разнообразная и гористая имеет тем более приятный вид что пространство острова открывается не сразу а постепенно и кажется обширнее чем на самом деле западная часть острова обращенная Глересси и Бонвилю представляет очень высокую террасу на этом выступе устроена длинная аллея перерезанная посредине большим павильоном где во время сбора винограда по воскресеньям собирается народ из всех окрестностей повеселиться и потанцевать на острове только один дом но просторный и удобный там живет сборщик дом расположен в углублении под защитой от ветра в пятистах или шестистах шагах оттуда к югу есть другой остров поменьше невозделанный и пустынный словно оторванный когда-то бурями от большого на его покрытой гравием почве растут только ивы до тысячи лисник но там есть все же высокий холмик покрытый травой и очень привлекательный форма озера почти правильный овал берега его менее богатые чем берега Женевского или Невшательского озера образуют однако довольно красивую панораму особенно в западной части густо заселенной и окруженной виноградниками раскинутыми у подножья горной цепи как в Ко-Тру-Ти но не дающими такого хорошего вина в направлении с юга на север находятся округа Сен-Жан Бонвиль Бьен и у северной оконечности озера Нидо все усеянные очень милыми деревушками таково было намеченное мною убежище куда я решил переселиться покинув Вальде Тревер Может быть не бесполезно будет заметить что я оставил там личного врага в лице господина Беттерро мэра Верьеров пользующегося в этом краю очень небольшим уважением но его брат как говорят честный человек служил в канцелярии господина Сен-Флорентена мэр приезжал к нему незадолго до истории со мной такого рода маленькие наблюдения сами по себе ничтожные могут привести впоследствии к раскрытию многих козней примечания Руссо Выбор этот так отвечал моим мирным вкусом моей склонности к уединению и лени что я причисляю его к тем сладким мечтам которыми сильнее всего увлекался мне казалось что на этом острове я буду более отрезан от людей более защищен от их оскорблений более забытыми словом буду более погружен в наслаждение бездействием и созерцательной жизнью мне хотелось бы замкнуться на этом острове вовсе не иметь ни с кем общения и само собой понятно я принял все возможные меры чтобы уклониться от необходимости это общение поддерживать встал вопрос о средствах к существованию дороговизна съестных припасов так же как трудность доставки их сильно удорожает жизнь на этом острове где к тому же находишься в полной зависимости от сборщика это затруднение было устранено сделкой предложенной мне Дюпейру он взял на себя издание всех моих сочинений предпринятые и потом остановленные компанией я передал ему все материалы для этого издания распределил их и привел в порядок к этому я присоединил обязательство передать ему записки о своей жизни и сделал его хранителем вообще всех моих бумаг с непременным условием воспользоваться ими только после моей смерти так как втайне я замыслил спокойно окончить свой жизненный путь больше не напоминая публике о себе пожизненная пенсия которую он обязался мне выплачивать оказалась достаточной для моего существования милорд маршал получив обратно все свои имения также предложил мне пенсию в 1200 франков я принял ее уменьшив наполовину он хотел прислать мне и капитал но я отказался не зная куда его поместить тогда он передал этот капитал дюпейру в руках которого тот и остался и последний выплачивал мне пожизненную пенсию на условиях установленных дарителем итак соединив свой договор с дюпейру пенсию милорда маршала две трети которые должны были выплачиваться терезе после моей смерти и ренту в 300 франков получаемую от дюшена я мог рассчитывать на приличное существование для себя а после моей смерти для терезы которые я оставлял 700 франков ренты из пенсии Рея и милорда маршала мне не приходилось больше бояться что она или я будем нуждаться в куске хлеба но так уж было суждено что чувство чести заставило меня отвергнуть обеспеченность которые счастье и мой труд откроют мне доступ и я умру таким же бедным как жил пусть рассудит мог ли я не будучи последним негодяем оставить в силе соглашения если их все время старались сделать унизительными и при этом предусмотрительно лишали меня всякого другого источника существования чтобы я был вынужден примириться с бесчестием разве эти люди могли представить себе каково будет на самом деле мое решение при таком выборе ведь они всегда судили о моем сердце по своему собственному успокоившись относительно средств к существованию я больше ни о чем не тревожился хотя в свете я очистил поле для своих врагов однако в благородном энтузиазме породившем мои произведения и в постоянной стойкости принципов заключалось свидетельство о моей душе согласное с тем что говорило о моем характере все мое поведение я не нуждался в другой защите от клеветников они могли рисовать под моим именем образ другого человека но этим обманывали только тех кто хотел быть обманутым я мог бы отдать им на разбор всю свою жизнь от начала до конца я уверен что сквозь мои ошибки и слабости сквозь мою неспособность нести какое бы то ни было иго всегда будет виден человек справедливый добрый безжелчи чуждой ненависти и зависти всегда готовый признать свою неправоту еще более готовый забыть чужую полагающий все свое счастье в тихих и добрых чувствах и во всем доводящий свою искренность до безрассудства до самого невероятного беспристрастия итак в известном смысле я расставался со своим веком и современниками прощался со светом намереваясь затвориться на этом острове до последних своих дней таково было мое решение там рассчитывал я исполнить наконец великий замысел начать праздную жизнь осуществлению которого до тех пор напрасно посвящал малую способность к деятельности дарованную мне небом этот остров должен был стать для меня островом попиманией блаженным краем где все спят где больше делают в бездействии живут остров попимания воображаемый остров фигурирующий в романе Рабле Пантагрюэль как страна населенная бездельниками фанатическими приверженцами папы римского где больше делают в бездействии живут стих взят из басни французского баснописца 17 века Ла Фонтена Черт из Папа Фигьеры фантастической страны населенной еретиками не признающими власть папы это больше очень подходило мне так как я всегда мало жалел о сне мне достаточно праздности и при условии что я могу ничего не делать я даже предпочитаю грезить наяву а не в сновидениях после того как пора романтических мечтаний прошла и дым тщеславия скорее одурманил меня чем усладил у меня осталась только последняя надежда жить без стеснения в вечном досуге это жизнь блаженных на том свете и в ней отныне полагал я высшее свое счастье здесь на земле те кто упрекает меня в стольких противоречиях не упустят случая упрекнуть меня еще в одном я сказал что праздность царящая в гостинах делает их несносными для меня а теперь стремился к уединению лишь для того чтобы предаться праздности однако я именно таков если в этом есть противоречие то оно лежит в моей природе и не зависит от меня на самом же деле здесь не только нет противоречия но именно благодаря этому-то я и остаюсь всегда самим собой праздность в гостинах убийственна потому что она вынуждена праздность в уединении пленительно потому что она свободна и добровольна ничего не делать в компании мне тягостно потому что я к этому принужден я должен оставаться на месте словно приклеенный к стулу или стоять торча как столб не двигая ни рукой ни ногой не смея ни бегать ни прыгать ни петь ни кричать ни жестикулировать когда захочется не смея даже мечтать испытывая одновременно всю скуку праздности и всю муку стеснения вынужденный быть внимательным ко всем глупостям раздающимся вокруг ко всем любезностям которые произносятся и беспрестанно утомлять свою голову чтобы не упустить случая в свою очередь ввернуть остроту и ложь и это вы называете праздностью да это каторжная работа праздность любимая мной не праздность лентяя который остается неподвижным скрестив руки в полном бездействии и размышляет не более чем он действует нет это одновременно праздность ребенка находящегося в постоянном движении хотя ничего не делающего и праздность пустомели несущего всякий вздор в то время как руки его отдыхают я люблю заниматься пустяками браться за сто дел и ни одного не кончать идти куда глаза глядят ежеминутно изменяя направление следить за полетом мухи стараться передвинуть каменную глыбу чтобы посмотреть что под ней горячо приняться за работу требующую десятилетнего труда и через десять минут без сожаления бросить ее наконец целый день бездельничать и во всем следовать лишь минутному капризу ботаника в том виде как я всегда понимал ее и в каком она постепенно становилась моей страстью была как раз тем праздным занятием которое способно было заполнить всю пустоту моих досугов не оставляя места ни для бреда воображения ни для скуки полного безделья лениво бродить по полям и лесам машинально срывая там и тут то цветок то ветку живя случайными впечатлениями наблюдая тысячу раз и всякий раз с одинаковым интересом одно и то же этим я мог бы заполнить целую вечность не соскучившись ни на минуту как бы изящно как бы удивительно как бы разнообразно ни было строение растений оно недостаточно поражает невежественный взгляд чтобы заинтересовать его постоянные сходства и в то же время чудесные различия в их устройстве приводят в восхищение только тех у кого уже есть некоторое представление о систематике растений остальные испытывают при виде всех этих сокровищ природы одно лишь тупое и однообразное удивление они не видят подробностей так как даже не знают на что смотреть и не видят целого потому что не имеют никакого представления о цепи соответствии и сочетаний поражающей своими чудесами ум наблюдателя недостаток памяти всегда удерживал меня на той счастливой ступени когда знаешь достаточно мало для того чтобы все тебе было ново и достаточно много чтобы все было внятно разнообразие почвы на этом острове хотя и маленьком обеспечивало мне на всю жизнь довольно большое разнообразие растений для изучения и для забавы я не хотел оставить там ни одной былинки без исследования и уже задумал составить из огромного собрания любопытных наблюдений сборник флора острова Сен-Пьер я вызвал к себе Терезу с моими книгами и вещами мы стали столоваться у сборщика острова у жены его в Нидо были сестры которые приезжали по очереди они составляли компанию для Терезы здесь я испытал ту тихую жизнь какую хотел жить она мне так понравилась что я только сильнее почувствовал горечь того существования которое должно было за нею вскоре последовать я всегда страстно любил воду и вид ее вызывает у меня сладкую хотя нередко и беспредметную мечтательность каждый день встав с постели я бежал на террасу если погода была хорошая подышать свежим и здоровым утренним воздухом и окинуть взглядом простор этого прекрасного озера чьи берега и обступившие его горы восхищали меня я не знаю другого более достойного способа почтить божество чем этот немой восторг возбуждаемый созерцанием его творений и не поддающийся выражению при помощи определенных действий я понимаю почему у горожан не знающих ничего кроме стен улиц и преступлений мало веры но не могу понять как в деревне особенно у людей живущих одиноко может не быть ее как душа их сто раз на дню не вознесется в восторге к творцу чудес которые их поражают что до меня то особенно утром вставая с постели истомленной своей обычной бессонницей я в силу долгой привычки испытываю эти сердечные порывы не связанные с утомительной необходимостью мыслить но для этого нужно чтобы глаза мои были очарованы чудной картиной природы у себя в комнате я молюсь реже и холоднее но при виде прекрасного пейзажа я чувствую себя взволнованным не умея сказать отчего я где-то читал что один мудрый епископ объезжая свою епархию увидел старуху которая вместо всякой молитвы умела восклицать только о он сказал ей всегда молитесь так матушка ваша молитва лучше наших это лучшая молитва также моя после завтрака я торопился написать с досадой несколько злосчастных писем жадно мечтая о том счастливом миге когда можно будет вовсе не писать их некоторое время я возился с книгами и бумагами но больше раскладывал их и приводил в порядок нежели читал разборка эта становившаяся для меня работой пенелопы давала мне возможность несколько минут предаваться безделью потом это мне надоедало я бросал ее и посвящал оставшиеся три или четыре утренних часа занятием ботаникой особенно системой линнея который до того пристрастился что не мог вполне излечиться от этой страсти даже после того как понял пустоту этой системы работа пенелопы в древнегреческой поэме одиссея жена царя итаке одиссея пенелопа во время долголетнего отсутствия мужа чтобы уклониться от домогательств женихов считавших одиссея погибшим объявила что выйдет за одного из них когда кончит ткать начатое покрывало но по ночам распускало то что успевало заткать днем линней карл 1707 1778 шведский натуралист знаменитой своей классификации растений а также животных и минералов который лежит в основании и современной научной номенклатуры хотя исходная оппозиция линнея о неизменности видов опровергнута дарвинизмом людвиг 1709 1773 немецкий натуралист и врач линней великий наблюдатель и на мой взгляд единственный ученый который вместе с людвигом подходил до сих пор к ботанике как натуралист и философ но он слишком изучал ее по гербариям и в садах и недостаточно в самой природе для меня же весь остров был садом как только мне нужно было сделать или проверить какое-нибудь наблюдение я бежал в лес или на луг с книгой под мышкой там я ложился на землю подле интересующего меня растения и рассматривал его на корню сколько мне было угодно этот способ очень помог мне узнать растения в их естественном состоянии до того как они были возделаны и искажены рукой человека говорят фагон главный врач Людовик 14 умевший назвать и отлично знавший все растения королевского сада обнаруживал такое невежество в деревне что совершенно терялся там фагон ги кресан 1638 1718 главный врач Людовика 14 был директором королевского ботанического сада со мной как раз наоборот я знаю кое-что из произведений природы и не знаю ничего из произведений садовника в послеобеденное время я давал полную волю своему праздному и беспечному нраву следуя без всяких правил побуждениям минуты нередко если было тихо я встав из-за стола тотчас бросался в маленькую лодку который сборщик научил меня управлять при помощи одного весла и выплывал на середину озера момент когда я отчаливал доставлял мне наслаждение доходившее до дрожи причину которого я не умел ни назвать ни понять возможно это было тайное ликование при мысли что сейчас я буду недосягаемом для злых людей потом я одиноко блуждал по озеру иногда приближаясь к берегу но никогда к нему не причаливая нередко пустив свою лодку по воле ветра и волн я предавался беспредметным мечтам быть может глупым но от этого не менее упоительным порой я восклицал в умилении о природа о мать моя вот я всецело под твоей защитой здесь нет изворотливого и коварного человека который стал бы между тобой и мной я удалялся таким образом на полмиля от суши мне хотелось чтоб это озеро было океаном между тем чтобы доставить удовольствие моей бедной собаке в противоположность мне не любившей долгого пребывания на воде я обычно придумывал какую-нибудь цель для этих прогулок она состояла в том чтобы высадиться на маленьком острове погулять там час-другой либо растянуться на траве на вершине холмика чтобы досото наглядеться на озеро и его окрестности рассмотреть и исследовать все находящиеся около меня растения и как второй робинзон выстроить себе на этом островке воображаемое жилище я очень привязался к этому пригорку когда мне удавалось взять туда погулять Терезу с женой сборщика и ее сестрами с какой гордостью я служил им лоцманом и проводником мы торжественно отвезли туда кроликов чтобы заселить его новый праздник для Жан-Жака этот народец сделал островок еще интересней для меня с тех пор я стал бывать там чаще и с большим удовольствием отыскивая признаки успешного размножения его новых обитателей к этим развлечениям я присоединил одно напоминавшее мне о милой жизни в шарметах и к которому меня особенно располагало осеннее время года мне нравились мелкие сельские работы связанные со сбором овощей и плодов Тереза и я с удовольствием помогали в них жене сборщика и ее семейство помню что когда ко мне зашел один житель Берна по фамилии Кирхбергер он застал меня на большом дереве с привязанным к поясу мешком который был уже так полон яблок что я не мог пошевелиться я не был огорчен этой встречей и еще некоторыми такими же я надеялся что Бернсы увидев как я заполняю свои досуги уже не захотят возмущать спокойствие моего мирного уединения я решительно предпочел бы оказаться в нем по их воле чем по своей по крайней мере я был бы уверен что они оставят меня в покое вот еще одно из тех признаний относительно которых я заранее знаю что они будут встречены с недоверием читателями упорно желающими судить обо мне по самим себе несмотря на то что они должны были убедиться по всей моей жизни что у меня множество склонностей нисходных с их склонностями особенно чудно то что отказываясь признать за мной чувства добрые или безразличные которых они не видят у себя они всегда готовы приписать мне столь дурные что человеческое сердце не может вместить их тогда им кажется очень простым поставить меня в противоречие с природой и сделать из меня невообразимого изверга никакая нелепость не кажется им невероятной если только она способна очернить меня все сколько нибудь незаурядное кажется им неправдоподобным если оно может сделать мне честь но чтобы они не думали и не говорили я все-таки не перестану добросовестно повествовать о том чем был что делал и думал Жан-Жак Руссо не объясняя и не оправдывая странности его чувств и мыслей и не доискиваясь думали ли другие как он мне так понравилось на острове Сен-Пьер и пребывание на нем было мне так приятно что привыкнув связывать все свои желания с этим островом я в конце концов стал мечтать о том чтобы никогда не покидать его визиты которые мне надо было сделать соседям поездки в нефшатель бьен и верден не до которые мне предстояло совершить утомляли меня даже в воображении день проведенный вне острова казался мне украденным у моего счастья а покинуть пределы озера было для меня то же что выйти из своей стихии к тому же по опыту прошлого я стал боязливым достаточно было чему-нибудь хорошему обрадовать меня как я уже ждал его утраты и пламенное желание кончить свои дни на острове было неразлучно с боязнью что меня заставят его покинуть я взял обыкновение сидеть по вечерам на песчаном берегу особенно когда озеро волновалось мне доставляло странное удовольствие наблюдать как волны разбивались у моих ног это напоминало мне житейские бури и мир моего убежища и я приходил иногда в такое умиление при этой отрадной мысли что слезы текли у меня из глаз покой которым я наслаждался со страстью нарушался только опасением утратить его но опасение это было велико и портило наслаждение мое положение казалось мне настолько непрочным что я не смел рассчитывать на его продолжительность я говорил самому себе о как охотно отдал бы я свободу выхода отсюда о которой мне и думать не хочется за уверенность что я могу остаться здесь навсегда вместо того чтобы терпеть меня на этом острове из милости зачем не держат меня здесь насильно те кто только терпит меня здесь могут каждую минуту изгнать меня и могу ли я надеяться что мои преследователи видя как я здесь счастлив оставят меня в этом положении мне мало чтобы мне позволили здесь жить я хотел бы чтобы меня обрекли на это чтоб я был вынужден здесь оставаться иначе меня изгонят я не без зависти думал о счастливом Мишели Дюкре спокойно пребывавшем в замке Арберг ему стоило бы только пожелать и он стал бы счастлив те кто только терпит меня здесь могут каждую минуту изгнать меня в парижской рукписи фраза обрывается после этих слов наконец под влиянием этих размышлений и тревожных предчувствий новых гроз всегда готовых обрушиться на меня я дошел до того что стал желать и притом с невероятной силой чтобы мое пребывание на этом острове превратили в пожизненное заключение и могу поклясться что если бы только я мог приговорить самого себя к такому заключению я право сделал бы это с величайшей радостью тысячу раз предпочитая провести остаток жизни на этом острове чем подвергаться опасности быть оттуда изгнанным эта боязнь недолго оставалась напрасной в тот момент когда я меньше всего этого ожидал я получил письмо из недо от бои в округе которого находился остров Сен-Пьер в этом письме он передавал мне от имени их превосходительств приказ покинуть остров и их владения мне показалось что это дурной сон не могло быть ничего более противоестественного бессмысленного неожиданного чем подобный приказ я считал свои предчувствия скорее тревогами человека напуганного несчастьями чем предвидением имевшим хоть какое-нибудь основание меры принятые мной чтобы обеспечить молчаливое одобрение высшей власти спокойствие с каким мне предоставили устраиваться на новом месте посещение нескольких жителей Берна и самого Байи осыпавшего меня знаками дружбы и внимания суровое время года когда было варварством изгонять больного человека все это заставляло меня думать вместе с многими другими что этот приказ какое-то недоразумение и что злонамеренные люди нарочно воспользовались временем сбора винограда и перерывом в заседаниях сената чтобы грубо нанести мне этот удар если б я уступил первому порыву гнева я уехал бы сразу но куда направиться куда ехать в начале зимы без цели без подготовки без проводника без экипажа если я не хотел бросить на произвол судьбы все свои бумаги вещи все свои дела мне нужно было время чтобы обо всем этом позаботиться а в приказе не говорилось дается мне срок или нет под влиянием непрерывных несчастей мужество мое начало слабеть впервые я почувствовал что моя прирожденная гордость сгибается под гнетом необходимости и несмотря на протест моего сердца я был вынужден унизиться до просьбы об отсрочке я обратился к господину граф энриду приславшему мне постановление прося его похлопотать за меня по его письму заметно было что он горячо осуждает приказ и переслал его мне лишь с величайшим сожалению доказательства соболезнования и уважения наполнявшие это письмо казались мне ничем иным как чрезвычайно ласковым приглашением раскрыть перед ним свое сердце и я сделал это я не сомневался даже что мое письмо откроет глаза этим несправедливым людям на их варварство и если жестокий приказ не будет отменен мне по крайней мере дадут достаточную отсрочку может быть целую зиму чтобы я мог приготовиться к отъезду и выбрать себе приют в ожидании ответа я принялся обдумывать свое положение и размышлять о том как из него выйти со всех сторон я видел столько затруднений горе так меня подавило и здоровье мое было в это время в таком плохом состоянии что я совсем упал духом пришел в отчаяние и был уже не в состоянии придумать выход из моего печального положения в какой бы приют не захотел я укрыться было ясно что мне не избежать в нем любого из двух способов применявшихся для моего устранения либо против меня при помощи тайных козней возбудят чернь либо открыто изгонят меня без объяснения причин поэтому я не мог рассчитывать ни на какое надежное убежище во всяком случае его нужно было бы искать дальше чем позволяли мне мои силы и время года все это опять навело меня на мысли которыми я был недавно занят и я осмелился желать и просить чтобы меня лучше держали в вечной неволе чем заставляли беспрестанно скитаться по свету изгоняя последовательно из всех убежищ какие я не изберу через два дня после своего первого письма я написал господину графенриду второе прося его сделать их превосходительством такое предложение ответом Берна на то и на другое письмо был приказ составленный в выражениях самых официальных и резких мне предписывалось покинуть в двадцать четыре часа остров а также прилегающую и отдаленную территорию республики и никогда туда не возвращаться под страхом сурового наказания эта минута была ужасна с тех пор мне случалось испытывать и худшее но никогда я не был в большем затруднении сильнее всего огорчило меня то что я был вынужден отказаться от плана заставлявшего меня особенно желать провести зиму на острове пора рассказать о роковом случае переполнившем чашу моих бедствий и повлекшем за собой гибель несчастного народа зарождавшиеся добродетели которого обещали когда-нибудь сравняться с добродетелями Спарты и Рима в общественном договоре я говорил о корсиканцах как о народе новом единственном в Европе еще не испорченным законодательством и высказал мнение что на такой народ нужно возлагать большие надежды если ему посчастливится найти мудрого руководителя в общественном договоре я говорил о корсиканцах смотри книгу вторую главу десятую где Руссо восхищается национально освободительной борьбой корсиканцев мое сочинение прочли несколько корсиканцев и их тронуло уважение с которым я о них отозвался а тот факт что они были заняты устройством своей республики навел их руководителей на мысль спросить как я смотрю на эту важную работу некий Буттофуоко представитель одного из лучших семейств страны и капитан французской службы в королевском итальянском полку прислал мне в связи с этим письмо и снабдил меня некоторыми материалами которые я у него попросил чтобы познакомиться с историей этого народа и положением страны господин Паули тоже писал мне несколько раз Буттофуоко один из вождей профранцузской партии на Корсике содействовавший присоединению Корсике к Франции служил на командных должностях во французской армии Паули вождь национально-освободительного движения на Корсике направленного против власти Генуэзской торговой республики возглавлял корсиканское правительство с 1755 по 1768 год когда был разбит войсками графа Во после чего Корсика перешла к Франции Хотя я чувствовал что подобное предприятие мне не по силам я не считал возможным отказываться от участия в таком великом и прекрасном деле после того как соберу все необходимые для этого сведения в этом смысле я и ответил тому и другому и эта переписка продолжалась до моего отъезда как раз в это же время я узнал что Франция посылает войска на Корсику и что она заключила договор с генуэзцами в 1768 году генуэ по компьенскому договору уступила Корсику Франции договоры посылка войск встревожили меня даже не подозревая о том что все это может иметь какое бы то ни было отношение ко мне я признал невозможным и нелепым приступить к такому требующему глубокого спокойствия труду как устройство жизни народа в тот момент когда этот народ может быть будет покорен я не скрыл своих опасений от господина Буттафуоко но он успокоил меня заверением что если бы в этом договоре имелись пункты противоречащие свободе его народа такой добрый гражданин как он не оставался бы на службе Франции в самом деле его усердие в области корсиканского законодательства и тесная связь с Паули не допускали на его счет никаких сомнений узнав что он совершает частые поездки в Версаль и Фонтенбло и поддерживает отношения с господином Шуазелем я вывел из этого только то что он располагает гарантиями относительно подлинных намерений французского двора о чем он мне намекал не желая яснее высказываться в письмах все это отчасти успокоило меня однако ничего не понимая в этой посылке французских войск не допуская чтобы они появились там для защиты свободы корсиканцев так как последние сами отлично могли защищать ее я не мог вполне успокоиться и всерьез заняться намеченным законодательством не получив веских доказательств что все это не игра имеющая целью посмеяться надо мной я очень хотел иметь свидание с будтофуоко это было бы лучшим способом получить от него нужные мне разъяснения он дал мне надежду на это свидание и я ждал его с величайшим нетерпением я не знаю было ли у него действительно такое намерение но если б даже он его имел мои бедствия помешали бы мне этим воспользоваться чем больше раздумывал я над намеченным предприятием чем больше погружался в рассмотрение материалов которые были у меня в руках тем более чувствовал потребность изучить вблизи подлежащей устроению народ и землю им населенную и все отношения которые надо было учесть чтобы устройство отвечало его потребностям с каждым днем мне становилось все ясней что я не могу собрать издалека те сведения которыми мне нужно руководствоваться я написал об этом будто фуоку он сам понимал это и если я не принял окончательного решения ехать на корсику то много думал о том каким способом совершить это путешествие я говорил об этом с дастье он служил когда-то под начальством де майбуа на этом острове и должен был знать его он всячески старался отговорить меня от этого намерения и признаюсь изображал корсиканцев и их страну в таких ужасных красках что сильно охладил во мне желание поехать пожить среди них но когда преследование в мутье заставили меня подумать об отъезде из швейцарии желание это оживилось благодаря надежде найти наконец у островитян тот покой которого меня хотели лишить повсюду одно только отпугивало меня от этого путешествия моя неспособность и всегдашнее отвращение к деятельной жизни на которую я был бы там обречен созданный для того чтобы размышлять на досуге в уединении я не годился для того чтобы говорить действовать заниматься делами среди людей природа давшая мне талант к первому отказала в таланте ко второму между тем я понимал что не принимая прямого участия в общественных делах я буду вынужден как только попаду на корсику уступить настоянием народа и очень часто совещаться с руководителями самая цель моего путешествия требовала чтобы вместо поисков убежища я принялся искать необходимые мне сведения среди народа было ясно что мне не придется располагать собой и что увлеченный против воли водоворот для которого я не был рожден я буду вести там жизнь совершенно противную моим склонностям и произведу самые нежелательные впечатления я я предвидел что не сумею подтвердить своим присутствием то мнение о моих способностях какое они могли получить на основании моих книг подорву свой авторитет в глазах корсиканцев и потеряю к их невыгоде и к своей собственной их доверия я без него не мог бы успешно совершить тот труд какого они от меня ожидают я был уверен что вне своей сферы я буду бесполезен для них и сделаю несчастным самого себя истерзанный измученный всякого рода бурями усталый от многолетних переездов и преследований я остро чувствовал потребность в покое которого мои бессердечные враги забавляясь лишали меня больше чем когда-либо я вздыхал по той милой праздности по тому сладостному миру души и тела которых так жаждал и в чем мое сердце очнувшись от химер любви и дружбы полагало свое высшее благополучие с ужасом глядел я на предстоящие работы и на ожидающие меня беспокойную жизнь и если величие красота полезность предмета пробуждали во мне мужество то мысль что я бесплодно пожертвую собой совершенно отнимала его у меня двадцать лет глубоких размышлений наедине с самим собой стоили бы мне меньше чем шесть месяцев деятельной жизни среди людей и дел и при этом я был уверен что мне не будет удачи я решил прибегнуть к выходу казалось мне способному устранить все противоречия опасаясь козней моих тайных преследователей настигавших меня во всех убежищах и не видя кроме корсики другого места где я бы мог надеяться в старости обрести покой которого меня повсюду лишали я решил как только у меня будет к этому возможность отправиться в эту страну с рекомендациями будто фуоко но чтобы жить там спокойно отказаться по крайней мере по видимости от работы в области законодательства и в виде некоторой оплаты моим хозяевам за гостеприимство ограничиться составлением на месте их истории не переставая собирать потихоньку сведения необходимые для того чтобы сделаться им более полезным если только я доживу до того дня когда мне это удастся не беря на себя поначалу никаких обязательств я надеялся получить возможность втайне и с большими удобствами обдумать план устроения их который мог бы им подойти притом не слишком нарушая ради этой работы дорогое мне уединение и не подчиняясь образу жизни мне невыносимому и к которому я не был приспособлен но в моем положении это путешествие было делом нелегким судя по тому что говорил мне Дастье из самых простых жизненных удобств я мог рассчитывать только на те которые сам туда доставлю белье одежду посуду кухонную утварь бумаги книги все это надо было вести с собой чтобы переселиться туда с моей домоправительницей я должен был перебраться через Альпы и проехать две стелье таща на себе большой багаж я должен был пересечь владения нескольких монархов и имея ввиду тон заданный по всей Европе следовало ждать что после всех моих несчастья мне придется всюду сталкиваться с препятствиями и видеть как каждый будет ставить себе за честь нанести мне какое-нибудь новое оскорбление нарушая по отношению ко мне всякое международное и человеческое право большие расходы утомительность рискованность подобного путешествия обязывали меня заранее предвидеть и хорошо взвесить все связанные с ним трудности мысль о том что я в конце концов останусь один без средств в моем возрасте и вдали от знакомых в полной зависимости от этого дикого и жестокого народа каким мне описывал его Дастье заставляло меня пораздумать над подобным шагом прежде чем осуществить его я страстно желал встречи с Буттофуоко на которую он давал мне основания рассчитывать и ждал ее результата прежде чем принять окончательное решение пока я колебался начались преследования в мутье вынудившие меня удалиться оттуда я не был подготовлен к длительному путешествию особенно к путешествию на Корсику ожидая письма от Буттофуоко я укрылся на острове Сен-Пьер откуда был изгнан с наступлением зимы как рассказал выше покрытые снегом альпы делали тогда для меня это переселение неосуществимым особенно при той поспешности какую мне предписывали в парижской рукописи после этих слов фраза обрывается и текст продолжается со слов вот каким образом мне пришлось отказаться от своего любимого проекта после фразы и передав своей бумаге Дю Пейру парижская рукопись обрывается до слов в третьей части если у меня только хватит сил когда-нибудь написать ее будет видно парижская рукопись кончается словами удалось направить меня к своему другу в женевской рукописи имеются еще три небольших абзаца правда и то что нелепость подобного распоряжения делала его неисполнимым в этом окруженном водами уединении располагая одними только сутками с момента объявления приказа чтобы собраться в дорогу и подыскать лодки и экипажи для отъезда с острова и со всей территории имея я даже крылья мне было бы нелегко повиноваться я написал об этом внедо господину Баи в ответ на его письмо и поспешил удалиться из этого края несправедливости вот каким образом мне пришлось отказаться от своего любимого проекта и тогда в отчаянии не сумев добиться чтобы меня заточили я решился по приглашению милорда маршала на путешествие в Берлин оставив Терезу зимовать на острове Сен-Пьер с моими вещами и книгами и передав свои бумаги Дю-Пейру я устроил такую гонку что уже на другой день утром выехал с острова и прибыл в Бьен еще до полудня тут мне едва не пришлось окончить свое путешествие из-за случайности о которой необходимо рассказать как только прошел слух что мне приказано оставить мое убежище ко мне хлынул целый поток посетителей из близлежащих местностей особенно Бернсов с отвратительнейшим лицемерием они присмыкались передо мной улещали меня и уверяли что только воспользовавшись каникулами и перерывом в занятиях сената удалось состряпать и вручить мне этот приказ вызвавший по их словам негодование всего совета двухсот в этой своре утешителей было несколько человек из города Бьен маленького свободного государства вклинившегося в Бернское и между прочим молодой человек по фамилии Вильдреме семейство которого занимало в этом городке первое положение и пользовалось величайшим авторитетом Вильдреме горячо убеждал меня от имени своих сограждан выбрать себе убежище среди них уверяя что они очень желают видеть меня у себя что они почтут за честь и сочтут своим долгом заставить меня забыть перенесенные преследования что мне не придется опасаться у них какого бы то ни было влияния Бернсов что Бьен свободный город не подчиняющийся чужим законам и что все граждане единодушно решили не слушать ничьих настояний которые клонились мне во вред видя что ему не удастся поколебать меня Вильдреме призвал на помощь еще нескольких лиц как из Бьена и его окрестностей так и из самого Берна и между прочим того самого Кирхбергера о котором я говорил искавшего меня со времени моего приезда в Швейцарию и интересного мне своими способностями и взглядами но более вескими оказались неожиданные настояния господина Бартеса секретаря французского посольства придя ко мне с Вильдреме он усиленно убеждал меня уступить приглашению последнего и удивил меня своим горячим трогательным участием я совершенно не знал господина Бартеса однако видел что он вкладывает в свои речи пылкое рвение дружбы и принимает близко к сердцу свой план устроить меня в Бьене он самым красноречивым образом расхваливал мне этот город и его жителей с которыми по его словам был тесно связан и даже несколько раз назвал их при мне своими покровителями и отцами вмешательство Бартеса рассеяло все мои прежние догадки я всегда подозревал что господин де Шуазель является тайным виновником всех преследований которым я подвергался в Швейцарии поведение французского резидента в Женеве и посла в Солере только подтверждало мои подозрения я считал что Франция имеет тайное касательство ко всему что произошло со мной в Берни Женеве не в Шателе и полагал что у меня нет во Франции другого влиятельного врага кроме герцога Шуазеля что же должен был я думать о посещении Бартеса и нежном участии какое он видимо принимал в моей судьбе гонения еще не разрушили свойственной мне доверчивости и опыт еще не научил меня повсюду видеть козни прикрытые лаской с удивлением искал я причину доброжелательства со стороны Бартес я был не настолько глуп чтобы думать что он сделал этот шаг по собственному почину я видел здесь гласность и даже нарочитость свидетельствующую о какой-то скрытой цели и разумеется отнюдь не мог предполагать во всех этих зависимых мелких служащих ту великодушную неустрашимость которая горела в моем сердце когда я занимал такой же пост когда-то я встречал в доме герцога люксембургского кавалера де Ботвилле он относился ко мне с некоторым доброжелательством со времени своего назначения послом он дал мне несколько доказательств того что помнит меня и даже велел передать мне приглашение приехать к нему в Соляр это приглашение хоть я туда и не поехал очень тронуло меня я не привык к достойному обращению со стороны людей занимающих такие места поэтому я предположил что де Ботвилль вынужден исследовать полученным инструкциям во всем что касается женевских дел но жалея меня в моих несчастьях приготовил мне личными стараниями этот приют в Биене чтобы я мог спокойно жить там под его покровительством меня тронуло это внимание хоть я и не думал им воспользоваться ибо окончательно решился на путешествие в Берлин и пламенно жаждал минуты когда приеду к милорду маршалу в убеждении что только возле него найду настоящий покой и прочное счастье при моем отъезде с острова Киркбергер проводил меня до Биена там я встретил Вильдреме и несколько других бьенцев ожидавших меня у причала мы пообедали вместе на постоялом дворе по прибытии первой моей заботы было заказать место в дилижансе так как я хотел ехать на другой же день утром за обедом эти господа возобновили свои уговоры желая удержать меня в своей среде и с таким жаром с такими трогательными увещаниями что несмотря на все мои решения сердце мое никогда не умевшее противиться хорошему обращению взволновалось как только они увидели что я заколебался они с такой энергией усилили настояние что наконец я дал одержать над собой победу и согласился остаться в биене по крайней мере до весны тотчас же вильдреме поспешил обеспечить меня квартирой и принялся расхваливать мне как находку скверную комнатушку в задней части дома на третьем этаже выходящую окнами во двор где взор мой услаждала выставка вонючих кож какого-то мастера по выделке замши хозяин мой был маленький человечек с хитрой плутоватой физиономией а на другой день я узнал что он кутила игрок и пользуется очень дурной славой в околотке у него не было ни жены ни детей ни прислуги и уныло замкнутой в своей одинокой комнате я в самой веселой стране в мире оказался обреченным на то чтобы в несколько дней зачахнуть от тоски больше всего меня поразило то что несмотря на все разговоры о желании жителей принять меня я проходя по улицам не замечал в их манере держаться ничего любезного по отношению ко мне и ничего приветливого в их взглядах все же я был в твердой решимости остаться там но начиная со следующего же дня узнал увидел и понял что в городе из-за меня происходит страшное волнение несколько услужливых особ любезно пришли предупредить меня что завтра же мне объявят со всей возможной суровостью приказ безотлагательно покинуть государство то есть город мне не на кого было опереться все кто меня удерживал бросились в рассыпную Вильдереме исчез я ничего не слышал об Артесе и его рекомендация по-видимому не доставила бы мне должной благосклонности со стороны покровителей и отцов которых он себе приписывал Впрочем некий Дево Травер Берниц имевший красивый дом возле города предложил мне приют надеясь что там я по его выражению смогу избегнуть участи быть побитым камнями это преимущество показалось мне недостаточно привлекательным и не соблазнило меня продлить свое пребывание у столь гостеприимного народа между тем задержавшись на три дня я уже сильно превысил срок в 24 часа данный мне бернцами для выезда из их государства и зная их жестокость несколько беспокоился как проехать через Берн но вдруг очень кстати явился бои округа недо и вывел меня из затруднения открыто осудив грубый поступок их превосходительств он великодушно почел себя обязанным публично засвидетельствовать мне свою непричастность к нему и не побоялся приехать из своего округа чтобы посетить меня в Биене он явился накануне моего отъезда причем не только не соблюдал инкогнито но даже устроил некоторую помпу прибыв парадно в своей карете с секретарем и привез мне паспорт от своего имени чтобы я мог проехать через государство Берн с удобствами не опасаясь какого-либо беспокойства посещение тронуло меня больше чем паспорт едва ли я был бы к нему менее чувствителен если бы даже оно относилось не ко мне не знаю ничего что обладало бы большей властью над моим сердцем чем мужество своевременно проявленное в пользу слабого которого несправедливо угнетают наконец трудом достав место в дилежансе я на следующее утро уехал из этой страны убийц не дожидаясь прибытия депутации которые должны были меня почтить не дожидаясь даже возможности еще раз увидеться с Терезой которой я велел ехать ко мне когда предполагал остаться в Биене и которую едва имел время задержать запиской уведомив о своей новой беде в третьей части если у меня только хватит сил когда-нибудь написать ее будет видно почему предполагая отправиться в Берлин я на самом деле отправился в Англию и как обеим дамам желавшим распоряжаться мной после того как они выжили меня при помощи интриг из Швейцарии где я был недостаточно в их власти удалось направить меня к своему другу читая это сочинение графу и графине Дегмон принцу Пиньетелли маркизе де Мем и маркизу де Жуинье я добавил я рассказал правду если кому известно что-нибудь противоположное рассказанному здесь ему известны только ложь и клевета и если он отказывается поверить и выяснить их вместе со мной пока я жив он не любит ни правды ни справедливости что до меня то я объявляю во всеуслышание и без страха что всякий кто даже не прочитав моих произведений рассмотрит своими собственными глазами мой нрав характер образ жизни мои склонности удовольствия привычки и сможет поверить что я человек нечестный тот сам достоин виселицы так кончил я чтение все молчали одна только госпожа Дегмон показалась мне взволнованной она заметно вздрогнула но очень скоро оправилась и продолжала хранить молчание как и все присутствующие таков был плод который я извлек из этого чтения и своего заявления конец книги ноябрь 1987 читал Евгений Терновский «Энк Ш Ш Ш Ш Ш Ш Продолжение следует...